Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Черный гелик! Вы прям как Леонид Аркадьевич. Черный гелик! Автомобиль! Отдадут счастливчику прямо в прямом эфире, прямо под праздники. Ворваться в розыгрыш проще простого. Заряжай экспресс или ординар с кефом не менее полтора на сумму не менее 500 рублей. И жди, пока тебе позвонит ведущий из прямого эфира, чтобы отдать ключи от тачки. Сейчас же, наконец-то, будет наша конференция, где мы осветим главные поединки грядущего вечера, как минимум один из которых будет нести титульный статус, а судьбу второго мы обсудим прямо здесь и сейчас. И первый, кого я хочу вам представить, это боец, нокаут в исполнении которого набрал более 40 миллионов просмотров в ТикТоке. Имеющий в своем активе две победы и ни одного поражения. Марсель Ханов Против него также имеющий в своем активе ноль в графе поражений и две победы представитель калужского бокса Сергей Макаров На данный момент создатель самого быстрого нокаута в Топ-Док, созданного всего лишь за 11 секунд. Прошу приветствовать доктор Тимур Акаимов. Его будущий оппонент, в свою очередь, не отставал от него и оформил самый быстрый нокдаун в своем первом бою за 13 секунд и завершил этот бой в первом же раунде. Сергей Кратос Калинин. Говорят, а IQ геймеров выше, чем у научных сотрудников. А что смешного, я в это верю. Сыграет ли это роль в кулачном бою, это реально большой вопрос. Ответ на который нам даст профессиональный игрок, кизлярский в доту дедок, Мурат Арсулаев. Ну и достойный его геймер. Ну, мы еще обсудим это, потому что был стрим, где я это выяснял. Под вопросом этот вопрос. Король московских областных лесов, из рода египетских псов, Дима Кузнецов по прозвищу Анубис. Ну и первое, первое, с чего хочется начать сегодняшнюю конференцию, что сегодня уже, можно сказать, огромный праздник. Хотя до Нового года еще осталось три недели, но произошло предновогоднее уже первое чудо. И первыми в России топ-дог получил лицензию и стал легален. Не такое уж-то и чудо, на самом деле. Мы с первого турнира твердо и уперто к этому шли, называя кулачные бои спортом. И теперь есть даже вот такой документ, наконец-то мы его получили, который делает топ-дог официальной, легитимной, зарегистрированной организацией под номером 001, что лишний раз доказывает и говорит, что мы полностью принимали в этом участие в создании департамента кулачного боя под федерацией бокса, создавали совместный регламент. И теперь мы в легале, что дает множество, на мой взгляд, плюсов. И я пока еще не встречал и не вижу минусов в этом объединении. И в статусе, наконец-то, кулачных боев как спорта. Так, я не понял, это что значит? И парни смогут обрести какой-то дополнительный статус, звание мастера спорта, чемпиона России, если это легально? Да, да, теперь чемпион топ-дога обретает статус мастера спорта по кулачным боям и... Наконец-то кричит Чибис, он станет мастером спорта! Вот точно, для него, для него это самое главное, что действительно будет не оспорить. Но на самом деле, я считаю, это важная тема, потому что встречал всегда много парней, у которых все меряется там. Ты мастер? Два мастера взял? Может, потом будет ЗМС и уже так далее. Ну, в принципе, это логично. И будет даже чемпион России по кулачным боям. Правда, непонятно пока, как будет именно это выясняться. Помимо этого, что важно заметить, будет отстраненный от всего, от всех других лиг, просто единый рейтинг федерации бокса, в котором будут освещаться чемпионы в каждой весовой и даже паунд-фу-паунд. Не только чемпионы, а в принципе рейтинг кулачных бойцов вне зависимости от весовых и согласно весовым категориям. Так, если получается топ-дог теперь под федерацией бокса, в каком же формате мы будем представлять рейдж? Ну, возможно, для кого-то, но я так не считаю, я тоже вижу в этом только плюсы. Теперь бои на голых руках и ногах топ-дог рейдж не будут проходить на одном мероприятии, на одном турнире. Мы разделим эти две дисциплины. И я так думаю, что она на первых порах, пока у нас будет объединяться и проходить на турнирах топ-дог проспект. Один из которых мы уже провели. Зрители увидят эту конференцию, уже увидев и в ютубе как раз-таки все эти поединки нашего нового направления, который из себя представляет в основном отборы новых бойцов на топ-дог, у которых нет каких-то профессиональных регалий. И многие очень возмущались, почему мы немножко отошли от этого, и у нас участвуют только профспортсмены. Теперь у обычных парней, которые показывают зрелищные бои, будет шанс ворваться в эту новую спортивную дисциплину через отборы, которые будут проходить на топ-дог проспект. Но что интересно, в открытии этой дисциплины, как уже все наши подписчики видели, участвовали далеко не новички. Далеко-далеко не новички. Нам помогали в том, чтобы хорошо стартанул этот турнир и звезды нашей организации. В целом, я так думаю, топ-дог проспект будет помогать и им восстанавливаться после каких-то травм, чтобы снова обрести веру в свои веточки. Но тут Вера немного опять пошатнулась, опять веточка немного поцарапалась. Но в целом, после травм опять-таки будут выступать там бойцы. После тяжелых нокаутов можно снова ощутить вкус боя на них. И, в принципе, после простоя также можно залетать на топ-дог проспект и радовать зрителей своим боем в непринужденной атмосфере. Во-первых, я хотел бы сейчас призвать всех наших подписчиков, которые уже, безусловно, посмотрели топ-дог проспект, еще раз под этой конференцией написать свое мнение о нем. И у меня возникло спонтанное желание сейчас, а почему бы эти звезды, о которых мы говорили, вот сидит один, вот сидит другой, не сказали нам свое мнение, насколько им понравилось, какие были отличия с топ-догом, и с боксом, и с ММА, и с тем, что у них уже было прежде в их жизни. Давайте начнем с Орла. Валерий Особов. Салют-салют. Главный бой, топ-дог проспект номер один. Да я могу сказать, что по поводу отличий и совпадений, ну, ринг был более, как сказать, более масштабный, но... Полметра. Что? Всего лишь на полметра он был масштабный. Ну, все равно чувствовалось, что он более масштабный. И, наверное, более жесткие удары были, и менее адреналин был, чем на кулачке. То есть удары чувствовались так, ну, то есть на адреналине в кулачке именно не чувствуется, чем в перчатках и на ММА. Надо добавить, чтобы зрителям было понятнее, потому что, ну, хотя они уже и видели эти бои в Ютубе, что топ-дог проспект у нас проходит в ММА перчатках, и Валера сразу же сказал, что удары оказались, ощущаются тяжелее и больнее. Да, потому что, ну, там, во-первых, тейпы, они более, ну, как... Более, то есть собране, да, рука, и как-то все равно адреналин не такой. А мне вот, подожди-ка, интересно, к этому мы еще перейдем персонажу. Пока, чтобы далеко не ходить, ты пока придержи коней. А что у нас думает участник одного из самых жарких боев, того вечера господин Отморозок по поводу этого формата. И когда мы его увидим уже, наконец-то, на кулаках? Всех приветствую. Но мне понравилось. Я не чувствовал. Адреналин был хороший. Но для просто... Вот по поводу простоя, это хорошая вообще идея. Не выходить сразу, травмироваться голыми кулаками. Бой мой следующий будет в феврале. У тебя же нарисовался там даже сопер. Нарисовался именно там, что самое главное, противостояние. Ролей сделаем. Все? Ждем. Спасибо за рейтинг. Те, кто видел этот бой, те, кто не видел, срочно идите смотрите. Пожалуйста, Денис. Ну, про жесткость ударов, я думаю, говорить не стоит. Вы так все видите. Реально, удары жесткие. Вот руки не болят, а рожа до сих пор синяя. И это действительно хорошо. Бойцы могут драться каждый месяц. Главное, что рожа синяя только от ударов. Ну да. Ты сорвал шутку. Я хотел сказать, главное, что ты сегодня трезвый. Я всегда трезвый, почти. Так вот, хорошо, что бойцы могут драться каждый месяц, потому что, ну, действительно, руки ломаются на кулачки. Ты подрался, и неизвестно, когда ты потом вернешься. Бывало, по полгода не мог ничего делать рукой, из-за того, что она сломана. Вообще ничего? Вообще ничего. Даже рыбу ловить. Хотя я не рыбак. Все, спасибо. Ну, а теперь давайте уже перейдем, наконец-то, к боям. И первый вопрос я хочу адресовать Сергею Макарову. И вопрос таков. Видел ли ты прошлый бой своего оппонента против Иза? И как ты думаешь, что произошло в этом бою? Что пошло так или не так? Вот с твоей профессиональной точки зрения. Да, я смотрел, конечно, бой. Но тут эта кулачка пропустил висок, и дальше он стандартно лево-боковой, право-прямой добил. Нормальное явление, я считаю, в принципе. А мне интересно, на твой взгляд, это произошло почему? Из-за, так скажем, в каком-то моменте безалаберных действий Иза или из-за четкого исполнения плана Марселя? Ну, Марсель боковой этот свой кидал, я видел часто, ну, и попал его, во-первых, ну... А Иза заигрался, конечно, немножко, ну, и пропустил. Я думаю, так, Марсель часто боковой этот кидал, но вот он достал этот боковой по виску. Я как понял, ты на этот боковой в подготовке внимание, да, уже обращал? Да ничего, не обращал, просто видел, как бы, ну, само собой готовился я к бою. Так что, ну, разбирали соперника. А учитывая, вот, как складывался этот поединок, было бы тебе интересно увидеть реванш между этими бойцами? Потому что, я спрашиваю, это именно у тебя. Именно в твоих руках лежит судьба дальнейшей этого боя. А, ведь если ты выиграешь Марселя, то будет уже и логичный реванш. А если Марсель придет тебя, то реванш будет отдаляться. Ну, я постараюсь, чтобы этот реванш состоялся. И у меня сразу же вопрос перелетает к Изу после этого. За кого ты будешь болеть в этом бою? Москва, привет! Ну, болеть, я тут, как сказать, я вижу здесь фаворит, это Сергей Макаров. Опа, интересно, почему? Да, ну, во-первых, парень просто габаритный и, по крайней мере, имеет больше опыта в боксе. Ну, я вижу в нем, так сказать, потенциального противника, соперника, Грозного. Марсель, что ты можешь ответить на такую точку зрения? Насчет твоего уровня в боксе. Ну, уровень посмотрим, не знаю, бой показал, в принципе. В принципе, подготовка у меня длилась два дня, ну, это довольно-таки долго для меня, прям неплохо. Но по моей форме там было видно, да, что я готовился, в кавычках. Вот, а так, насчет уровня, мастер спорта сейчас, может, ты хочешь сказать то, что ты мастер спорта, поэтому чуть-чуть восхваляешь себя, наверное. Но в наше время мастер спорта, я скажу так, коммерционное название такое, просит денежек. Поэтому все, кто там называются мастерами, не факт, что они ими являются. Вот так. То есть, ты полагаешь, что я купил его, правильно? Нет, я не про тебя говорю, это, в принципе, в общем. Вот, в общем. Просто все там про тебя говорят, ну, твой друг, да, говорил, что это боец класса А, там, я боец класса Б, там, еще что-то. Ну, короче, какие-то непонятные... А? Дальше что? Ничего, ну, дальше видно будет. Ну, я могу сказать, что здесь я проявил халатность. Пожалуйста. Здесь моя вина, то, что я вот так вот проиграл. Я расслабился, я еще выходил, когда сюда еще ехал, я уже не знал, что я выигрываю. Я ехал сюда, я уже победил. Я выходил, я знал, что я выиграл, победил. Я не думал, как бить, я хотел создать шоу, чтобы люди радовались. Ну, заигрался, с самого начала заигрался. Но из этого я сделал урок большой, огромный. И в дальнейшем уже это не повторится. И дай бог, я стану чемпионом Топ-Дога. Марсель. Ну, в этом плане поживем и увидим. Заигрался я тоже могу сказать, что был нокдаун в первом раунде, и я заигрался, понимаешь? Я уже выходил, думал, что я выиграю, знаешь, что я победитель. И заигрался, и пропустил, короче. Вот такие дела. Это вовсе не так, смотри. Точно так же у тебя первый бой проходил. Точно так же вокруг сена, ты бегал. Ну, и так же и второй, правильно? Я не первый. Смотри, первый бой, ладно, был скучный, это я признаю. Смутили, свое оправдание скажу, смутили камеры, народ. Четыре года не выступал все-таки, поэтому это тоже повлияло. Вот, а в любом случае бой досрочно закончил первый. Какая, ну, скучно, но досрочно, понимаешь? Второй бой тоже досрочно, но уже повеселее чуть-чуть. Вот. А интересно, как третий? Просто повеселее или досрочно? Я не могу заранее говорить, как бы я не Владислав Ромашенко, чтобы говорить заранее исход боя. Вот, но соперник у меня очень серьезный, Сергей Макаров. Сильный боец, поэтому тут бой рассудят победителя, и заранее ничего не могу сказать. Поэтому к нему я отношусь очень и очень серьезно. Вот, извиняюсь, перебиваю, просто раз уже оценивает Марселя бойцовские качества Сережи, хочу спросить, видел, смотрел ли ты его предыдущие бои, и если смотрел, как ты думаешь, сколько зубов он выбил своему предыдущему оппоненту? Загадка. Да это не загадка, ответ я знаю. Сколько? Вроде пять, если не ошибаюсь. Да, он знает ответ, Серега. Отличник Сергей Макаров. У нас новый отличник появился, пока Герман где-то там боксирует, ходит. Поэтому под такие колотушки не хотелось бы попадать. Мы над защитой поработаем, а то неохота пропускать, как с Владиславом. А мне узнаешь, что очень интересно. Ты говорил, что чтобы ты начал жестко включаться в бою, тебе необходимо разозлиться. И действительно, ИС разозлил тебя. И как ты думаешь, сможет ли Серега тебя разозлить? Ну, выходить будем со спортивной злостью в любом случае. Как бы я к нему хорошо отношусь, парень скромный, а это привлекает в человеке. Поэтому с ним как бы мы нормально, даже сейчас до конференции нормально пообщались. Но, естественно, спортивная злость будет. Надеюсь, выйдем, покажем яркий и красивый бой. А там дальше будет видно. В общем, ожидаем не скромный бой от двух этих скромных парней. Потому что мы знаем, что бои не для скромных. Поэтому я думаю... Серега, нам сказал Марсель, что он готовился, что выходит со спортивной злостью. Если у тебя... Ну, вернее, увидев, на что он способен в ярости, не хочешь ли ты как раз-таки лишний раз его не задорить? И как проходила твоя подготовка? Хочу, конечно. А, хочешь? Хочу, конечно. Интересно тебе, получится ли у него с тобой провернуть что-то подобное? Ну, хочется, да, показать бой, забрать бонус, так же, как ему зарубиться. Ну, для этого я здесь. А есть какое-то... Вот он воздержался от прогноза? Ну, я тоже не могу победить сильнейший, как говорится. Посмотрим. Но я готовился нормально к бою. Реально пахал спарринги с Алексеем Егоровым. Мне очень, кстати, помогли. То есть по две тренировки делаю. Ну, готовлюсь, реально готовлюсь, пошу. Так что, ну, бой покажет. Марсель, ты сказал, что как раз-таки твоя подготовка изменилась. Она отличалась от твоего двухдневного уведомления. Что нового ты привнес мне? Да она не изменилась, она такая же. Просто сейчас уже почаще тренируюсь. Так если такая же, то еще не начал тренироваться? Не, не, начал. Как бы нормально уже каждый день тренировался. В режиме был, в принципе. Уже подготовка, я думаю, будет получше. А там, как решит Всевышний, там будет видно. Ну, естественно, от нас зависит все. И поэтому ринг рассудит победителя. На этой сцене сидит пара бойцов, обладающих не менее сокрушительной мощью. Там секунды говорят сами за себя. И вот к Тимуру я хотел бы задать вопрос. Тимур, почему ты доктор? Тут у нас про зубы, про стоматологов делали. Доктор должен был быть Серега Макаров, дантист у нас. Нет, все намного проще. Мечта детства. Быть доктором. Хирургом хотел стать. Вот воплотил мечту. Стал здесь доктором. Все? Вот, Сергей, вообще интересная история этого поединка. Потому что ты дебютировал у нас по правилам рук и ног на Top Dog Rage. Хочется спросить тебя, по каким правилам изначально ты планировал у нас выступать? Блин, ну, получилось так. Не стала ногами бить много. Зачем, если руки заходят? То есть это вот больше твое, а изначально, когда ты планировал в Top Dog попасть, тебя интересовали руки и ноги или просто руки? И были ли тогда руки и ноги, когда ты хотел попасть уже? Да, мне без разницы, хоть с ногами, хоть без ног, хоть побороться. Ну и сейчас, когда в итоге ты переходишь в руки, где нам ожидать увидеть твое продолжение? Какой перстень ты нацелен забрать как минимум первым? Ну, посмотрим. 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 Короче, ты готов? Какие бои будете предлагать? Мы будем драться. Ты готов и там, и там? Ну да. Какие гонорары будут? Началось. Началось. Раньше времени. Мы еще не перешли к таким людям. Ты еще не одолел Тимура Доктора, на самом деле. И лишний раз напомню, что этот боец обладатель самого быстрого, пока что за всю не столь долгую, но уже двухлетнюю историю Top Dog'а. Это самый быстрый нокаут. У тебя было тоже очень скоростное внедрение в нашу организацию. Но смотрел ли ты его первый бой? Да, конечно, посмотрел. Красавчик, чего базаров нет. Ну и как ты оцениваешь? Продлится ли ваш бой больше, чем один раунд? Это к обоим вопросам. Да, это вопрос каждому из вас. Ну, охота показать красочный бой, а как загадывать? Вдруг он ничего не будет такое интересное, ты подготовил. Не, я тоже на самом деле готовлюсь на три раунда. Ну, я и прошлый бой тоже готовился на три раунда. Просто повезло сразу. Ну, и посмотрим, кому повезет в этом бою, Сергею или мне. То есть, чистое везение. Я думаю, нашла коса на камень, посмотрим, кто коса, кто камень. Все верно. Ну, что, оба профессионалы. Будем рубиться, будем показывать бой. Ну, к сопернику уважение. А вообще, ко всем пацанам, кто выходит на кулачку, блин, уважуха. Я думаю, не каждый. Кстати, вот так вот звучит, извините, перебью, нашла коса на камень, как будто вот так может этот бой происходить. Что у вас был у обоих яркий первый раунд, вы сразу на раш победили, забрали. И кто-то из вас думает про другого. Так, он, наверное, сразу пойдет вперед, надо там как-то сработать, законтрить. Я надеюсь, вы не оба так думаете. Все на кос начнется, короче, да, сразу. Ну, не знаю, там уже посмотрим в ринге, как оно будет. Возникает другой вопрос. Вы не успели полностью показать себя, так как бой продлился уже неоднократно, сказали, очень короткий промежуток времени. И вопрос для зрителя. Как у вас кардио? Потому что три раунда, это не 13 и 11 секунд. Ну, сейчас вроде бы нормально. Да, тоже нормально, я по ММА же выступаю. А вот, как бы, дышу. Два нормальных парня будут драться. Короче, я, честно говоря, надеюсь, что не понадобится им никакое кардио. Сейчас снег выпало, я сейчас на лыжах гоняю. Все вообще ништяк. Дышу там в лесу у себя, в деревне. Лыжи, на самом деле, я слышал, очень серьезно дают. А ты на чем гоняешь, доктор? Я не на чем. Чисто на тачке? Да, чисто. Туда-сюда, на тренировки. У вас снег выпал там в Ростове? Чуть-чуть бегаю. Нет, у нас тепло. Ну, бегать можно. А у нас там по гололю. Я не бегаю тоже. Так, так, что можешь рассчитывать. Нет, просто знаешь, как говорят, сильным это не надо. Слабым это не поможет. Слабым не поможет, да-да. Зачем ты тогда тренируешься? Да мне нравится. Мне в кайф тренироваться. Меня всегда спрашивают, блин, серый, а что ты как отдыхаешь? Там, выпиваешь? Я говорю, да нет, ну, там, развлекаешься, да, какими-то способами. Я говорю, да, лыжи. Я говорю, да нет, я просто не напрягаюсь, мне нравится, это моя жизнь. Я пришел, блин, как позавтракать, да, как поужинать. Вот две тренировки в день. И от этого получаю кайф, из-за этого я не напрягаюсь. Ну, то же самое. Люди спрашивают, там, пьешь, не пьешь? Я говорю, не пью. Они говорят, ну, а как ты расслабляешься? Ну, ты доктор, тебе не поможет. Да, я только хотел сказать. Как ты расслабляешься? А я говорю, я по жизни не напрягаюсь, чтобы расслабляться. Поэтому... Ну, я говорю, красавчик, что, базаров нет. Это так же. На самом деле, тут даже большая любовь, чем была в первом поединке, на самом деле. В первом Серега был очень настроен по-суровому еще. Интересно будет видеть, будет ли такой же ожесточенный, изверепый выход? Ну, блин, выходим же, морды бить, конечно, будем такие, сделаем рожи кирпичом. Тимур не с такой рожей, Тимур с такой же, на лайтах выходит. Да, я сейчас тоже вот пока ждал, смотрел, а тоже там вышел такой на кайфах, что-то ручки так покидал, так вальяжно. Я говорю, блин, это я, что ли? Ну, ладно, что ли? Вышел, а потом, бам, человек поменялся. Я Сережа, я делаю больно. Я такой, как это, горилла такая, выбежал. Я в шоке, я такой, блин, это я, что ли? Жена не узнала. Ну, в целом, твое лицо не сильно изменилось. Да. Вот после боя, жена, я думаю, у тебя... У нас тут заскучала третья пара, я думаю, нужно освежить ее и задать вопрос туда. Потому что, вот, дедок, от тебя исходил большой интерес к бою с Анубисом. Расскажи, ну, от него, кстати, на самом деле, таки не очень. Расскажи, с чем это связано? Больше связано с медикой. Раз. Второе связано после последнего боя с Золотым. Я увидел то, что он может драться. Есть дух. Вот и решил проверить, насколько он у него есть. Ну, он долго избегал. Он и сейчас избегает смотреть на тебя даже. И даже никакого ответа не дает. Да мне просто неинтересно. Почему? Не знаю, но это какой-то скучный. Ты хочешь петушиться? А почему ты сразу про петушиной какие-то дела вспомнил? Странно. Ну, мне интересно, почему ты хочешь кусаться здесь, хочешь на словах? Мы можем себя только проверить на сене и все. На сене или на сеновале? Да где угодно. Голуберально говорить бы о сене. Хочешь здесь, хочешь на сеновале, хочешь на сене. Вот, опять какие-то странные у тебя предложения, слушай. Анубис, ты должен знать, что дедок известен в Кизляре под прозвищем «Рас на раз на Забабке». На самом деле, не просто так, да. А изучив страничку инстаграм-клуба SK Gaming Кизляр, который, по-моему, дедок больше чем время, чем дома проводит. В два раза больше. В два раза больше. В два раза больше? А во сколько раз больше, чем в спортивном зале? В спортивном зале после последнего боя я, наверное, был раз потолок десять. То есть, к Анубису ты не проходил должное? Никакого. Не считаешь, что он заслужил? Ну, недооценки нету, но, как бы, я считаю, за соперника серьезно не воспринимаю. В целом, у вас уже прошел первый бой, и, Дима, мне кажется, ты должен уже более уважительно после первого поражения в доту относиться. В этом он мне не соперник. Рядом не стоит. А кто сказал, что я там с тобой соревновался? Я там бабки зарабатывал, пока ты кнопки жал. Сколько ты заработал за эти четыре игры или сколько мы там привели? Я ничего не зарабатывал, я не стримил. Ну, а я получил 25 тысяч рублей и хорошее настроение с друзьями и подписчиками. Я просто получал удовольствие тем, что я тебя выиграл. Поздравляем, вы выиграли команду с подписчиками, которая стояла и стражей. Так что тут гордиться особо нечего. В следующий раз собери посерьезнее команду, хорошо? Хорошо, обязательно. Бабки я тоже, надеюсь, соберу посерьезнее еще раз. Спасибо за помощь. Так вот, кстати, вот по поводу бабок. Мурат, вот это вот, как там? Мурат Арцулаев, он же Дедок, он же Сларк, он же один на один на бабки. Это вообще что за движение? Это так тебя в Кизляре люди называют? Это свой прикол. В компьютерном зале, ну, когда что-то решается, я говорю, один на один на бабки. Игрой все заканчивалось. А почему, почему ваша схватка, кстати, вот как раз разговор за деньги был? Почему там призовой фонд не был обсужден изначально? Было бы справедливо, если бы деньги за этот стрим тот, кто выигрывает, тот и забирает. Да, что еще мне надо было сделать? Может, сразу ему весь гонорар свой выкатить? Ну, ты же его не боишься, не считаешь, что он какой-то несет опасность в себе. А я не говорил, что я не вижу в нем какую-то либо опасность. Я сказал, что он скучный, неинтересный, как погода у нас обычно в России такая серая, блеклая. Ее особо, типа, она вроде и есть, а вроде ее и нет, типа, ты уже к ней привык и не замечаешь. На осенне ты увидишь, погода тебе конкретно исполняет. В осенне, в осенне. Ну, и не знаю, увижу я или нет, главное, чтобы ты увидел. Ну, почувствуй что-то, так скажем. Почувствую, хорошо. Надеюсь, что ты уверен в своих словах. Так же, как уверен в себе, потому что перед тем, как мы начали играть в доту, ты не хотел играть, потому что сомневался в своих тиммейтах. Конечно, когда бездарные со мной играть, я лишь раз нервничать не хочу. Ну, так надо в себе быть уверенным, а не в своих бездарных тиммейтах. Там командная игра. Ну, хорошо. А на осенне мы с тобой одни будем. На осенне мы с тобой одни будем, там я не буду нервничать, не переживаю. В осенне мы будем одни, хорошо, в ринге. В осенне? В осенне? В осенне, надеюсь, что нет. Раз разговор пошел за командную игру. Дедок уже сказал, что он никак не пользовался помощью своей команды, в зал особо не ходил, так десять раз на мешок посмотрел, тебя представил и этого ему было достаточно. Как проходила твоя подготовка и насколько сильно командой ты себя окружил с точки зрения спаррингов и тренеров? Ну, мне кажется, все знают, как прошла моя подготовка. А что касается Дедка, давайте лучше тут время уделим, потому что это начинаются уже очередные отступы назад. Как только рука моя поднимется, я думаю, что… Надеюсь, я не услышу то, что вот я плохо готовился, это десять тренировок. У меня рука болела, нога болела, вообще сегодня солнечное затмение. Как бы я не готовился, поверьте, от меня отмазок не услышишь, и тебе легкая прогулка там не будет. Хорошо, я надеюсь на это. А то я в тебя вообще разочаруюсь. Как его последний мой бой, я не помню. Венум, как он только спиной не поворачивает, не бегает, хорошо? Ну, меня с ним тоже сравнивать, наверное, не стоит, но скажи ему спасибо, что за счет него хоть ты как-то более-менее стал известным. Я в этом бою могу сказать спасибо только своим угловам, что они не выбежали, там бардак не сделали. А зачем? А зачем? Как зачем? Тебе человек руку протягивает, ты в ответ бьешь. Ну, по правилам он не нарушил правила, бой начался, была команда. Послушай, если не нравится, скажи, не хочу я тебя протягивать, и все, хочу убить. Но он схитрил? Это не схитрил, это спиздоболил. Да что же вы так про золотого, интересно, не говорите? Ну, какие-то двойные стандарты у вас. В смысле золотой что? Ну, там тоже была хитрость. Какая? То, что подсаживался? Ну, это называется приседание уже, а не подсаживаться. Подсаживаться-то уклонно там в боксе, да, можно как-то подсесть. А тут это уже, когда ты чуть ли не ложишься на канвас, то я даже не знаю, что это было. Ну, это вопросы к нему. Что он, как он. А почему ты сегодня без группы поддержки? Где твой друг Тандовский? Повелитель стихий Иса Тандовский. Мне кажется, новое прозвище сегодня можно дать, да? Нет, здесь ты хорош был. Он постеснялся. Здесь ты был хорош. Я понял. Иса Тандовский сегодня постеснялся приехать, потому что я ему обещал подарить лифчик. Но его звали, кстати. Ну, звали. Он не приехал, очень жаль. Потому что я понял, что я совершил ошибку, приложив ему лифчик. Потому что тут уже надо дарить молокоотсос. Что? Молокоотсос. А почему ты ему хотел лифчик подарить? У него такие груди, они просто прямо вырываются из его футболки. А когда он ее снимает, мне кажется... Какой размер? Мы сами все видели. Какой размер? Не знаю. Я такой только у больших. Как бы ты лифчик купил без размера? Ну, я наугад. Я бы там взял, наверное, какой-нибудь четвертый, пятый. Я не знаю. Вот это вот такое. Не знаю, что он видит за ними вообще. Как он бьет, как они ему не мешают двигаться. Главное, чтобы он сохранял центр тяжести и его вперед не тянуло. Вопрос. Тебе же не мешает одна короткая рука, правильно? Нет, не мешает. Как же ему сиськи, наверное, не мешают? Ну, короткая рука здесь, возможно, преимущество. А сиськи, для человека, который очень цепляется за слова, это не мужской поступок, Дима. Думаю, что сиськи, наверное, мужчин не очень к лицу. А какой поступок не очень мужской? Да я не знаю, о чем он говорит. Он там что-то привязался, все пытался сказать, что мужчина я или нет определить, я не знаю. Может быть, он пересмотрел сейчас сериал в Netflix и пытается понять трансгендер, я или трансфестит, или не бинарный человек. Не знаю, короче. Он тоже, наверное, не может определиться, поэтому у него то во лбу что-то горит, то что-то отвисает на груди. Возможно, может быть, он уже делает операции и идет к этому, но молча просто. Не может себя человек принять. Ну, типа, что мне еще сказать, добавить тут нечего. Жалко, что твой друг сегодня не пришел или подруга. Давайте освежим еще вопросами из зала, мне кажется. К этим ребятам. Да, и не только. Есть ли какие-то вопросы? Приветствую всех, меня зовут Давид. У меня два вопроса к двум бойцам и два обращения. Каких к своим друзьям? Нет, у меня тут нет друзей, я не местный. Первое уважение к дедку, то что он без оскорблений относится к Аннубису. Вопрос. Скажи, ты правда недооцениваешь? Ну, то есть он для тебя не является серьезным соперником? Нет, послушай, недооценки нету, но я его, знаешь, как за спортивную составляющую, я его не вижу. Он просто дерется так же, как и я. Просто он, я не знаю, ну, не соперник он не является. Скажу честно, тебе узнал вот в прямых эфирах уважение то, что там вполне адекватно себя ведешь. Вопрос был еще к Тандовскому, если. Его нету, его нету. Просто они вот, там вопрос пошел то, что че без ни уровень Мустафы, а ну без ни уровень дедка. У меня был вопрос тогда, кто ваш уровень, парни? Не может, надо бы смотреть правде в глаза, правильно? Не могут быть парни, которые выходят и просто сметают все на своем пути и не быть вашим уровнем, так ведь? Это время решит. Мне кажется, нужно, чтобы все смотрели правде в глаза и обращение. Анубис, Чибис, город Знамен, с города Ростов-на-Дону с вами, с кем бы вы ни бились. Полный вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ У меня родился вопрос. Давай. Я услышал, когда Чибис слово. А, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что на этом турнире, ребята, мы должны были с вами наблюдать долгожданный бой Мустафа Чибис за перстень, которому через кровопролитнейшие сражения Колян шел, но почему-то не дошел. Колян, что случилось? Всем привет! Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ На Мустафу готовился давно, с лета даже. Я еще перед боем с Баваром знал, что, скорее всего, будет чемпионский бой с ним. И неделю назад заболел. Ковид, не ковид, пока не знаю. Вот. ПЦР-тест. Скоро сделаю. Пока что все чисто показал. Вот. Сделаю повторно, узнаю. С боя слетел после того, как я сказал, что я болею и не буду выходить в неполной готовности на бой. Мустафа начал закидывать какую-то херню. Типа я от него сливаюсь, бегаю. Мне кажется, в топ-док у всех бойцов цель просто дойти до перстня как можно быстрее. Некоторые ребята думают, вот сейчас один бой, второй. И сразу чемпионский бой. Побыстрее. Не у всех. Не у всех. У кого-то сразу... Я просто с процесса кайфую. Не у всех. У кого-то сразу Мустафа попадается в первом бою. В общем, что хочу сказать Мустафе. Я от него не бегаю. Бой в феврале будет. Пусть готовится. Я видел по нём, что он сам вообще ни хера не готов. Там жирный как кабан, блин. Просто весит. И закидывает мне там какие-то видосы странные. Мол, я от него бегаю. По поводу Исаисаева, его уровень и уровень Мустафы. Ребята выходили фаворитами на бой. То, что с таким большим бэкграундом, регалиями. И показали такие бои. То, что еле-еле там даже их вытянули, мне кажется. Просто подарили им победу. И сейчас они говорят о каком-то уровне. Я считаю, что это абсолютно бред. Бой Исаисаева. Я считаю, лично моё мнение. Бой Исаисаева с Камикадзе. Там объективная доминация была Камикадзе. Просто весь бой. Там случился такой нокдаун. Чебис, извини, перебью. Просто, понимаешь, это... Я не судья. Я не буду сейчас судить. Я видел картинку боя. Мне казалось, что они еле-еле выиграли. Это не про этот бой. А про бой то, что... Вообще ты сказал. То, что... Про уровень, да, бойцы. Просто понимаешь, ты... Ты боец класса Б. Такой же, как и я. Понимаешь? А все остальные бойцы класса А. Просто надо понять. Просто ребята, когда выходят фаворитами. Если ты выходишь фаворитом, показываешь, что фаворит. А когда ты выходишь фаворитом и еле выигрываешь, это хуже, чем поражение. Это сарказм, сарказм. Я понимаю. Прикалываюсь просто. Я сейчас очень серьезен. И, кстати, раз уж мы вспомнили, что кому-то Мустафа достался не в чемпионском бою, а в первом, я хотел бы вот у нас спросить, Мурат. Мурат, а как ты вообще смотрел сам на бой Чибиса и Мустафы? И кого ты видел фаворитом? И кто чем, кого должен был взять? Я скажу так. В первом бою я четыре месяца вообще не бегал ничего. Мне предложили за неделю до турнира. Будешь драться? Ну давай, давай. Восемьдесят четыре килограмма толстяк пришел. У меня в начале живот прыгал. А его я даже фаворитом ставил Бавара с ним. Удивил. Базара нет. И вот тут так же. Сейчас уже я ставлю на Мустафу. Потому что Мустафа двигается на ногах слишком хорошо. А ты на кого ставишь, Анубис, в этом бою? Я сказал, что Чибиса очень любит госпожа удача, поэтому персень будет его. АПЛОДИСМЕНТЫ Также Дедок сейчас сказал, что он здесь, потому что он кайфует от процесса. Ты начал с поражения ничьи. И какая у тебя... Я начал с победы над Добряком. А, вот, вот, вот. И какая у тебя мотивация продолжать драться? Какие цели ты преследуешь? Честно, я очень не хотел выходить на этот бой, потому что смысла особо в нем не вижу. Но если Чибис заберет перстень, а потом перейдет в следующий весовую или опустится, я не знаю, какие у него планы. Можно, в принципе, тоже вступить в гонку за перстень, подняться в рейтинге, забрать колечко. У Чибиса забрать? Нет, я говорю же, Чибис, может быть, захочет в следующий весовой категории забрать. Мало ли, какие у него планы. Ты думаешь, ты выиграешь? Кого? Тебя? Я думаю, да. А почему нет? Я не вижу, чтобы передо мной сидел какой-то сверхчеловек. Мне нравится твоя самоуверенность. Да, мне нравятся твои медленные движения неуклюжие. Поэтому посмотрим, к чему это приведет. Денис. Всем привет. Два вопроса дедку. Дедок, в этом диалоге прозвучало много громких слов, и про тебя, и про твоего товарища. Стало ли это личным что-то уже? Ну, личного ничего нету. За что? За что? Он не оскорбляет или что? Он говорит свое, да, и все, да. Может, лично на это посмотреть? Потому что сколько? Два последних боя было против представителя Дагестана у Анубиса. Вот для него, может, это лично, но не для меня. Тогда второй вопрос. В случае поражения, если это случится, это кулачные бои, все может быть. Есть ли такая вероятность, что ты уйдешь в профессиональный киберспорт, потому что я знаю, что 18 миллионов долларов платят на чемпионате мира? Нет, 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 я буду продолжать драться здесь. Все, спасибо. Красавчик. Я тут слушал слово «перстень» совсем недавно, пять минут назад. И я вижу перстень. И мне интересно, какая судьба дальнейшего этого перстня? Чемп. Всем привет. Let's go, чемп. Вообще желание есть зарубиться, но есть какие-то нюансы, которые нужно обсудить. А так я всегда готов в любом весе вообще зарубиться без базара. Так, еще раз всем привет. Помимо менеджмента, да, я занимаюсь еще проектом «Кулаком». Возможно, некоторые смотрели. И сейчас я снимаю фильм про Аниса Челаева. И у меня вопрос как к организации, так и к Искандару. У парня есть рекорд 3-0. По всем стандартам он претендент номер один к чемпионскому бою. Сейчас стал вопрос, под вопросом, в принципе, этот бой. И хотелось бы более внятного ответа получить от организации. Какие меры принимаются. Потому что, если чемпион ставит какие-то условия для того, чтобы в будущем этого не было. И какие вообще есть шансы на организацию этого поединка. Потому что на сегодняшний день, мне кажется, главный претендент – это Анис Челаев. И он заслуженно должен драться за титул чемпиона. А где он, кстати? Не знаю, где он. Это, наверное, вопрос к нему. Приглашали я даже не знаю. Аниса мы приглашали. Вот. Парень, мне кажется, достоин. Если это вопрос в цифрах, то, да, нам нужно озвучить цифры. Да, да, нет, нет. И этот парень должен драться за титул, мне кажется, чем быстрее, тем лучше. Аниса мы приглашали. Он, как главный претендент, на мой взгляд, должен был присутствовать и лишний раз здесь обозначить важность для него этого события. И сопутствовать организации этого боя. Мы с точки своей позиции сделали все возможное для того, чтобы организовать этот поединок. И пока уперлись, как я уже сказал, в очень голодного Искандара. Мы снимали фильм. Вы были свидетелями их встречи в зале. И звучали как и условия, и о том, что этот боец неинтересен. И, к сожалению, Искандар получил травму руки, выступая в другой организации. И все это вместе вылилось сейчас в цифру. Не могли бы вы так дать прогноз на актуальность этого боя? Потому что в процессе съемки фильма про Аниса, Анис сказал, что он не верит в этот бой, потому что не в силах разобраться организация. И Искандар этого боя не хочет, и вряд ли он будет. Пока мне тоже кажется, что Искандар этого боя хочет меньше, чем он хочет денег. Тогда, может, имеет смысл... Возможно, мы придем к тому, что сделаем перстник вакантным. Зависит от того, как будут проходить наши переговоры. Все, спасибо. Все. Я же еще раз говорю, я готов зарубиться. Мне вообще без разницы, кто будет там. Я же сказал еще раз, Анис, не Анис, мне без разницы. Он неинтересный, блин, он вообще, я думал, борец после крайнего боя. Ну, что, борьба там была какая-то. Побил деда, не в обиду, конечно, Алишеру. Побил пацана 50-килограммового. В чем интересный? А какого пацана 50-килограммового побил? Кто там победит? Командист, ну сколько, 60 он весь, 55 там. Кстати, вот... У меня три боя, три нокаута. И так что вы сами все видите. Кстати, касаемо весовой категории. Я постоянно в зале тренируюсь и готов. И тренируешь! И тренируюсь, и постоянно здесь, 24 на 7. Ребята, вот раз... Еще одна любимая тема Искандара как раз сейчас поднимется. Это вес. Я продавливал это год, говорил, что это надо. И наконец-то у нас появилась весовая категория для легких, быстрых, кровожадных парней, где и не бывает скучных боев. Весовая категория до 59 килограмм. Искандар всегда говорил, что вот было бы меньше, я бы дрался меньше весовой категории. Да. Может быть ты... А если бы тебе его предложили в меньшей весовой категории? То есть... Нет, нет. Кулаки это очень опасный вид спорта. Я же сколько раз говорил. То, что я готов провести крайний бой и все. То есть в любом случае один бой? Я думаю, все. Крайний бой, один бой и все. Я думаю, ну, с меня хватит. Я забрал свое, бриллиант, если будет, то есть. А в сотки как ты будешь драться? Я очень надеюсь, что это будет защита, это бой. Потому что должна быть защита. Чем должен защищать? В сотки-то как драться? Чугунные трусы одевать, наверное, как неваляшка, да? Это без разницы, как просто, что мне предложат, я могу выскочить. Я же говорю, мне без разницы, я так могу выскочить. Красавчик. Вот Серега, видно, ждет 85, даже до сотки не дотягивается. Да нет, мне просто интересно. Я сразу фильм «Неваляшка» вспомнил, когда он чугунный трусы одевал. Он, может, так же хочет замутить. Я просто выскочу. На самом деле, я тоже думаю, что вес особо не важен. Уже замутили на хайпанте. В кулаках важна скорость. У кого скорость, то ты... Да, я тоже об этом уже сотни тысяч раз говорил, что в кулаках важна больше скорость, чем вес. А все бойцы говорят, кто дрался на кулаках, эту истину поддерживают. А есть ли скорость у всех за этими словами? У Скандара есть скорость, я на себе проверил. И интересно, у кого выше скорость, у Тимура или у Сергея? Видишь, какая работа? Лыжи помогают в скорости? Конечно, помогают. А мимо скорости еще есть фарт. Так что... А если в скорости фарт, то это вообще... А вес какой у тебя? Сейчас. Это ты когда тренируешься? Он не гоняет. Я тоже с пацанами, с мастерами, с КМСниками стою. Ну, там, 75, там, 70. Нормально вроде в скорости, не уступая. Ну, когда не сотку, конечно, не сотку, я такой, блин, это... Медведь, блин. А какой сейчас вес? Ну, сейчас я гоняю вес, я где-то, наверное, 91-92. А со скольки гонишь 85? С сотки. Да я отъелся, и в Казахстане это все слетело. А вот я, блин, ну надо пиццы заказать с роллами, блин. Что-то нахавался, ну реально. Я жрал, наверное, дня три. Я, кстати, об этом думал, думал тоже. Пацан гоняет, один раз я гнул, а второй раз я думал. А ты не гоняешь? У меня 83. А, даже вот чуть-чуть поменьше. Я постоянно пиццу хаваю. Красавчик, блин, я тебе завидую. Белая зависть. Мне жена уже говорит, блин, я тебе запарилась уже рыбу тебе готовить каждый день. А вот я говорю, ну потерпи, родная че. Тебе все воздастся. Да. Серега, ты еще в Москве? Да я сейчас в Москве. Сегодня-завтра. Если что, пригоняй завтра в зал, можем подвигаться. Блин, братан, я только за, ну я сегодня улетаю. Ну я сейчас вес гоняю, сейчас я туда прилечу, у меня там, да, это тренировочный процесс. А так базаров нет, там спишемся, там, звонимся, там, да, побоксируем. Я только чисто, знаешь, для поднятия там опыта личностного. Там скорость очень высокая. Я только за, только за. Зал Топдога в целом всегда открыт для тех бойцов, которым есть что показать, они могут прийти и в спаррингах себя здесь спокойно реализовать. Тут дверь открыта, и хорошие бойцы, спарринг-партнеры есть. Я просто, я же говорил сразу, у меня стиль этого, Рокки Бальбоа, если что, вот его включаю, там, нормально. Ну, посмотрите последний бой по ММА, а вот, там, вся рожа была разбита. А когда этот бой проходил? Блин, да уж, что, этот, на UFC. UFC было? А, не, не UFC. Не, UFC, это Хабибовская версия. Там я с Мастаком по боксу, он сейчас претендент на пояс. А вот, ну, мое мнение чисто, ну, и мнение тренера, что слили меня, там, бой, ну, классный, посмотрите, кому интересно. А вот, ну, там, я напропускал. Ну, этот парень, блин, хороший, он там повырубал народу куча. Ему не первый раз. Ты напропускал, ты падал? Нет, нет, просто сечки были. Сечки. Когда это было? Ну, больше полугода, наверное, назад. Но все равно интересно. Это был Мастак по боксу, ты сказал? Давно, давно. Да, да, да. Ну, его еще мне сказали, ну, неподтвержденный факт, что там его какой-то крутой московский тренер по боксу тренировал там. Может быть, даже удастся когда-то реванш на голых кулаках вам провести? Блин, да, вообще, не вопрос. Он сто процентов смотрит эту конфу. Не вопрос, вообще, давай, спишемся. Базаров нет, еще так же зарубимся. Зависит от его желания и готовности рискнуть. Кстати, вот сегодня вы все говорили про пиццу, пиццу, пиццу. Главного любителя пиццы вы еще не видели сегодня. Он придет и будет здесь сидеть. В чемпионском бою, потому что он будет выступать. Любитель пиццы и пива. Но... Это Макс ВДВ. Не, кстати, как раз весовая категория. Главные любители пиццы это черепашки нельзя, как мой сын говорит, понятно? Базара ноль. Но не всем, к сожалению, чемпионским боям суждено было состояться на грядущем турнире. Да, на самом деле, такой очень важная новость, которую вы сейчас узнаете первыми. Ну и наши телезрители потом уже на своих экранах. Официальное объявление о том, что буквально сегодня Михаил Сивой отказался от боя с Валерой Заботиным и покинул организацию ТОП ДОК. Официальное заявление вносим в эти ряды. В связи с чем нам пришлось как-то исправлять это положение, потому что Валера это настоящий ветеран и рекордсмен по количеству боев. Восьмой! Восьмой! Должен был быть. Восьмой бой. Участник с первого турнира. Всю свою дорогу идет к этому перстню. И мы посчитали, что самый достойный, кто может выйти на замену и вместе с ним возглавить турнир – это Денис Погодин. Поэтому мне кажется, это может быть даже гораздо интереснее. А ответ Валеры на эту точку зрения мы… Но прежде чем Валерой ответ дать, мы же озвучим ответ Дениса, к которому мы сегодня позвонили, и он сразу же согласился выскочить на коротком уведомлении уже в пятницу в этот бой. Он согласился сразу выскочить. Но что по этому поводу думает Валера, его тренер, его команда? Вы сейчас услышите сами. Мы тоже узнаем этот ответ. Всех приветствую. Что сказать? Проблема в том, что мы тренировались столько времени под Левшу. Я с первого турнира тут. У меня были как победы, так и поражения. И я уже дерусь не на просто так, не просто что выскочить и заработать какую-то определенную копейку. Я поставил себе цель идти к перстню. У меня была подготовка два месяца. И я именно готовился под бой с Сивом. Давайте сделаем этот бой в феврале. Никто ничего не спорит. Как ты сам считаешь, Погодин – это достойный кандидат на перстень? Я думаю, это лучший, кто может быть, наверное. Ну, а что на это думают наши подписчики? Они безумно пишут комментарии. Думаю, тут сложно с этим не согласиться. На самом деле я поддерживаю точку зрения Валеры и его команды о том, что, несмотря на то, что Денис согласился выйти на коротком уведомлении, Валера слишком долго и, на самом деле, как я уже сказал, дольше всех к этому шел. Поэтому я понимаю его позицию, что к этому бою он хочет подойти серьезно максимально и максимально подготовлено. Даже, стой, знаешь как, сегодня, как мне это сообщили, менеджеры, как я понимаю, мне позвонили, вот я как раз ездил уже на пресс-конференцию. После этого я сразу позвонил менеджеру и сказал, что мне предложили бой с Погодиной. Я говорю, в принципе, согласен, но после этого менеджер позвонил сразу тренеру. И вот, ну, ты сам всю ситуацию знаешь уже. Давай послушаем менеджеру, он тоже хочет что-то сказать. Менеджер Валеры, который привел и поставлял там по слову Денис. На самом деле, да, сегодня произошло, конечно, грустная эта история. Валера сразу же говорит, я буду драться с Погодиным. В Валере вообще сомнений нет, он уже дрался семь раз, там, после последнего боя, да, там, то, что он там плохо как-то отбился с Адосом. Еще там некрасочно, но я могу в защиту всего этого всем сказать. Все, кто сюда залетает, всегда залетают красочно, потом становятся уже очень ответственны. И мы уже к боям ко всем стали подходить ответственно. Рубиться уже, как мы там, первый топ-дог, второй, третий, четвертый. Мы все топ-доги видели, в принципе, каждый турнир. И к каждому турниру мы стали уже относиться, там, начиная с Черкесы, уже очень ответственно. И здесь там Валерон звонит мне и говорит, блин, я буду драться, я буду по-любому с Погодиным драться. Но тренер сказал, мы проводили подготовку, мы привозили левши, он стоял чисто с левшой. Мы хоть там в любое время с Сивом там подеремся, но тренер сказал, нет, строго нет, под Погодиным мы будем готовиться. Я не могу там сказать тренеру, что нет, мы там все равно подеремся. Мы в любом случае, мы только за, потому что у нас был план подраться с Сивой, Погодин, Туйнов. Мы ни от кого не отказываемся абсолютно. Поэтому, да, мы подеремся с Погодиным в феврале, я думаю, это будет еще круче бой. Я думаю, так и будет, это будет еще круче. И это профессиональный подход, поэтому анонсируем этот поединок на февраль. Валерий Заботин против Дениса Погодина чемпионское дерьмо. Тем более, я думаю, организация нас поддержит. Организация поддержит, конечно, Валеру после такого очень неприятного и неожиданного отказа от боя со стороны оппонента. Вообще, я хотел обратиться к Владу Ромашенко, узнать, как у него проходит восстановление и какие у него дальнейшие амбиции. Еще если ты выждал. Да, в принципе, все нормально. Я уже на пятый день был готов драться. Я уже хотел реванша на пятый день, но супруга настояла на то, чтобы я полностью максимально профессионально подошел к восстановлению. В принципе, так все и прошло. Сейчас я уже как две-три недели начал тренироваться. Обороты набираю. Я чувствую, что в феврале я буду готов на все 110. Интересно. Возможно, даже и в феврале у тебя будет зависеть от того, что нам покажет Марсель в этот раз. Без разницы на самом деле. В плане того, что мы с Марселем встретимся рано или поздно. Я это так считаю. Чему быть, того не миновать. И, безусловно, это на данный момент один из самых ожидаемых реванш, я думаю, нашими зрителями. Вопрос к Марселю. Я видел этот бой вживую, наблюдал. Первый раунд очень тяжело, ты переживал, еле-еле пережил. Твои эмоции во время вот этого боя именно в первом раунде и когда уронил, Иза? Что думал вообще? В первом раунде обдумывал, на чем можно было поймать. Ну, честно скажу, я не скрываю, не хочу лукавить. Думал, если все три раунда бой пройдет, скорее всего проиграю по очкам. Потому что подготовки как таковой не было. И выжидал, думал, на чем можно поймать. И вот эта боковушка не залетала в первом раунде, потому что пятился назад. Когда упал, мысли были про себя, типа, блин, Марсель, ты че, надо вставать. Родители смотрят, друзья смотрят. Короче, ну, такая каша в голове была. Ну, ничего вроде так особо не потерялся. Встал, капу сам поднял, как бы нормально. А во втором раунде уже перестал пятиться назад. Понял то, что надо ждать, стоять, просто ждать и в нужный момент выкинуть руку. Ну, вот как, в принципе, и получилось. Ну, а в первом раунде, ну, хапнул чуть-чуть бывает, ничего страшного. Ну, я могу сказать, что в первом раунде я себе травмировал руку. Я изначально приехал с травмированной левой рукой. А во втором раунде я уже выходил и бил только правой. Естественно, ты вот и подловил. У меня не было разведки левой, и твой удар прошел. Ну, смотри, вот начинаются эти травмы. Я же тоже не говорю то, что у меня травмы. У меня четыре грыжи в спине, понимаешь, и у меня травмы. Я там иногда шнурки завязать не могу. Бывают моменты такие. Ну, вот, честно. А потом с руками также проблемы. Весь вообще переломанный. Поэтому от удара, когда я ударил, у меня челюсть сломалась. Ну, я же не говорю. Я знаю, я знаю. Я знаю. У всех я всем ломаю. Я знаю. Ну, да, видишь как. То есть я же не говорю об этом. Бой прошел, прошел. У меня к тебе какой-то негатив. Я вот всем говорю. Я знаю. У тебя, кстати, негатив ко мне. Да. У меня нет. После просто твоего поведения у меня такое, понимаешь. То, что сказано, слов тоже. Поэтому у меня негатив. Но я в любом случае говорю, что ты боец хороший. Я это не отрицаю. Ты хороший боец, мастер спорта. Неоднократно выполнял. Этого не отнять. Я в этом плане всем и друзьям говорю, что боец хороший. Несмотря на наши с тобой натянутые отношения, так скажем. Марсель, я тебя как-то не разделяю как бойца, как человека. Я к тебе отношусь всегда. И относился нормально. Ну, так скажем, ни как врагу, ни как другу. Как сопернику, наверное. И все. Ну, понял. Просто видишь, у меня этот негатив появился из-за сказанных слов, что вырублю в первом раунде за 20 секунд. И что? Ну, то есть вот такое, знаешь. И что? Ну, как и что? Получилось шоу. Полнейшее неуважение к человеку, я считаю. Просто я вырублю за 20 секунд. Я уверен в себе. Ребенок, что ли, за 20 секунд. За 5 секунд можно вырубить, понимаешь. Я ничего не говорю. В принципе, так и получилось. Я сказал, что в первом раунде я уронил. Ты сказал, за 20 секунд. Ну, 20 секунд. Далеко 20 секунд там прошло. 20 секунд конец раунда. В принципе, так получилось. Ну ладно, ладно. Исправился. Нормально, ладно. Спасибо. Всем привет. Денис Сиденко, главный рефери. У меня два вопроса. Первый вопрос к доктору. Я знаю, у тебя с руками была операция. Как у тебя сейчас на данный момент? На данный момент все хорошо. Это у меня травма, из-за чего я перестал заниматься боксом. Я ее получил в 16 лет. И вот там два-три года я ходил по врачам. Туда-сюда, туда-сюда. Мне не могли понять, в чем дело. И вот хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что, ребята, вот есть такой доктор, Гамидов Фарид Мазахирович. Он занимается именно руками. Ну, для нас, там, кто кулачкой, да, занимается. Вот, короче, просто волшебник. Он одну операцию сделал, решил мою проблему. Тут надо ставку сделать. Да. Ссылку на него. Неоплачено. Да, да. И второй вопрос. Тут сейчас Чибис рассказывал, там, тянут, не тянут. Ко всем спортсменам. Как вам судейство в топ-доге? Бомба! Судейство это самое. Каждый пускай ответит. По очереди. И Чибис в конце закроет этот вопрос. Давайте, Марселя, начнем и поем по очереди. Да, судейство, думаю, честное. Как бы пока прецедентов таких не было, что как-то все несправедливо было. По-моему, хорошее судейство. Правильно судят. Денис Сиденко отвечает на вопрос, что ни в коем случае не сказалось это на мне. Я не говорю про судейство, я говорю про сам бой. Бой выглядит блекло, равный, еле-еле выигрывают, а потом ходят козыряют, что вот, мол, я вот такой крутой спортсмен, и ты мне не ровнее. Я считаю, что это бред. Ну, плюс надо подумать, все бои, которые у нас сейчас здесь представлены, их также будет работать с ними Денис Сиденко. Или у вас какие-то предпочтения? Бомба, судейство бомба. Бомба, все, всем нравится. За судейство спросите, за судейство спросите у Мельника. Ты в микрофон скажи вот свою ремарку. Менеджер Валера Денис говорит, что тут здесь просто казахов нет, поэтому все судейства мы довольны. А что не так с Мельником, дедок? Он своим поражением еще ни одним не признал, ни одно свое поражение не признал. Ну и что? Я же говорю, спросите у него за судейство, он может лучше знает? Подожди, Анубис, а ты считаешь, что в бою дедок Мельник выиграл на самом деле Мельник? Какая разница, я считаю, уже прошло. Я не вижу претензий просто денег. Там все посчитано уже давным-давно. У тебя, кстати, тоже спорный бой в активе есть? Спорный бой, тут больше даже не к судейству, а к правилам. Надо отсчитывать, когда люди приседают целенаправленно или снимать за это баллы. А то, что ты чуть не присел на пятую точку? Там было три точки, ты знаешь правила? Я сразу встал по доле секунды. Подожди, там тоже не было нокдауна так взять с его стороны. Он просто подскользнулся, присел. После пропущенного удара уходит. Нокдауна уже не было. Я тебе говорю про целенаправленное уклонение от боя и вот эти смазанные все моменты. А то, что тебя повело задом? Повело, я же тебе говорю, третьей точки не было, и он сам отвернулся. Анубис, мы тут не любители и не считаем, когда падает человек на жопу из-за удара без... Специально? Нет, мы считаем, мы открываем счет для того, чтобы человек восстановился. Не для того, чтобы снять минус балл ему или еще что-то. Как ты говоришь по правилам. В любителях споткнулся, упал и сразу счет открывается. В боксе, да? Рома не даст соврать. А здесь голые кулаки, поэтому тут мы как бы... Выходят все биться и поэтому мы открываем счет только для того, чтобы восстановился боец, а не для того, чтобы ему сделать нокдаун. Ну, получается, тогда есть у всех шанс делать смазанные бои и уходить от... Просто каждый использует свою тактику на бой, кто-то рубится, кто-то... Почему на дрейне вы об этом не говорили? Вы сидели, было шоу. Потому, чтобы на дрейне было скучно, вот что я могу сказать. Надо тщательнее готовить темы для обсуждения. И приглашать других гостей. Ну, я так же могу там про тебя сказать. Что? А я не в гостях. Я дома. А я тоже не в гостях уже. Каждый день в зале нахожусь. Но более чем я... Более чем я сегодня дома в этом зале только один человек, который наконец-то присутствует на пресс-конференции. Хранитель зала Топ Дог и символ Калям Топ Дог. У меня вопрос к Марселю, да, вот. Как бы крайний твой бой, да, вот этот вот в Топ Доге, в первом раунде оппонент тебе практически не давал подходить к себе в ближнюю дистанцию и держал тебя на дальней. А в конце он стал бравировать и немножко подходить именно в среднюю дистанцию, именно в твою. И как бы он почувствовал, что он и там может себя хорошо как бы чувствовать. И начал во втором раунде как бы именно держаться именно твоей дистанции. Плюс добавил браваду. Здесь как бы, да, ты ударил красавчик, он упал, я доволен тобой, вопросов нету. Нокаут высший. Сейчас ты будешь биться с Макаровым. Этот человек держит на дальней дистанции. Работал ли ты над своей техникой, чтобы подбираться более ближнюю дистанцию? Выбивает зубы на этой дистанции. Очень опасный человек. Удары страшные. Извиняюсь, что перебил. Просто у него прям вот эта вот труба, которая в башку вонзается, вселяет ужас. Ну да, от соперника бои посмотрел. Как бы, конечно, есть какие-то заготовки. Вот, еще раз повторюсь, соперник сильный. Удары, конечно, вообще как молотом. И руки очень длинные. Поэтому заготовки есть, так скажем, и постараемся. Кто навяжет свою игру, тот и победит. Наверное, так будет. Вопрос к Сергею Макару. Макар, я тебя давно знаю, с детства. И когда насчет тебя разговор был, я говорил, что ты с правого прямого сможешь лошадь уронить. Но пока что я не наблюдал это в твоих боях. Чуть так на джебе работаешь. С лошадьмина. Чуть на джебе работаешь постоянно. Боксерская тема, поменял подготовку? Да, конечно. Так что, надеюсь, в этом бою правый бой увидеть. На самом деле, для тебя же, Макар, это будет первый раз, когда соперник меньше тебя сильно в антропометрии. И он больше как раз-таки в ближней работает, чем на дальней. Потому что два твоих предыдущих соперника были длиннорукие и также предпочитали схожий стиль. Увидим ли мы что-то новое в твоем исполнении, когда стилистически будет совершенно другой соперник? Да, я думаю, да, наверное. Увидим. Вопрос, если можно, к организации, пожалуйста. Пожалуйста. Насчет проекта Top Dog Prospect. Вы планируете делать как календарные турниры? То есть, или у вас вот два турнира в год решили и все? И бойцы, вы будете подбирать там только с регалиями или любой желающий будет у вас участвовать? По поводу Top Dog Prospect. Мы планируем за следующий год провести минимум 10, а лучше 12 турниров. И... Ой, Даня, говоришь, говоришь, блин. Но тут как раз-таки суть в том, что эти турниры у нас будут разделяться на номерные, такие, как пройдет у нас сейчас, и такие, как турниры Top Dog Prospect. То есть, в один месяц у нас будет выходить номерной турнир, и в следующий месяц будет выходить проспект турнир. То есть, каждый месяц один номерной, один проспект. Участвовать там, как я уже говорил раньше, будут бойцы, чьи заявки вызывают спорные мнения, и непонятно, потянет ли их уровень организация, точнее, они своим уровнем потянут ли организацию. И как раз-таки здесь мы будем между ними и выбирать. Либо, может быть, будут появляться какие-то яркие персонажи, у которых не такой большой и богатый спортивный бэкграунд, но которые, видно, что могут проявить, попробовать себя здесь и сейчас. Например, был как раз-таки такой участник, это ученик нашего комментатора и тренера Рома Всембокс. Его подопечный занимался боксом всего год, и вышел против мастера спорта, и показал крутой, зрелищный поединок, благодаря которому мы его добавили уже, грубо говоря, в участников февральского карда. И думаю, там будет на что посмотреть. На самом деле, спасибо большое. Я думаю, вы всех этим радуете. И тогда крайнее заявление. Ученики Искандера Зияева, ученики Николая Чибисова взорвут этот проект. Спасибо. Денис. Ну и в свете сегодняшней событий, которое произошло у нас лично, будет ли как-то организация подстраховываться с такими ситуациями, как вот у нас? Да. Ну, мы и были, считай, подстрахованы Денисом Погодиным. Тут уже как вы решили к этой подстраховке подойти. Не, но мы об этой подстраховке узнали сегодня. Это же должно как-то заранее, да? То есть два месяца. Ну, мы там готовимся. Например, мы сейчас готовимся к Погодину. Я думаю, что есть смысл и нам, и Погодину сказать, кто будет на замене. И тот, кто будет на замене. Разве нет? Я думаю, что мы будем теперь не только контрактами, которые у нас, в принципе, связывают бойца с организацией годовалыми вместе заключать, а и на каждый конкретный бой, тем более титульный, заранее делать контракты со своими санкциями штрафными и так далее, чтобы впредь таких ситуаций не могло возникнуть. По поводу страховки. Слышно меня, да? По поводу страховки, я думаю, стоит рассмотреть Дениса Урагана, который вернулся к тренировочному процессу. Он страховками занимается? Ты хочешь по страховку нам предложить? По страховку к этому бою. Объясню, почему. В случае травмированного Валера уже дрался с Денисом. Это некая история. Поэтому, я думаю, стоит рассмотреть этот вариант. И в случае, если кто-то травмируется... Я думаю, Денису стоит с весом уже определиться. 79 килограмм на сегодняшний день. Наконец-то. Потому что в 77 это будет не проблема. А может, Денис на топ-док кого-нибудь выиграет, а потом выходит на титул? Ну, это как организация скажет. 77. Давайте так, стоп. Я понимаю тебя, Колян, к чему сейчас был вопрос. У Дениса Погодина 2-0, а мы много раз говорили, что минимум три боя должно было быть. Поэтому здесь тоже есть отступление. Я говорю про Дениса Урагана. Потому что он последний бой проиграл и сейчас опять выходит на титул. С какого хера? С таким же подходом 2-0 как бы это раз. А второе то, что он не поигрывал. Денис Сергеевич, я думаю, топовый боец. И если он выигрывает, он реально заслуживает. Заслуживает, бесспорно. Но если мы говорим про страховку, то здесь других вариантов в принципе нет. Самую главную страховку получит Валерий. Да, и вопрос у меня сразу к Анубису. От организации. Было много сказано громких слов про Иса Исаева. И как ты считаешь, как он отреагирует после просмотра этой конференции? Будет ли это что-то в виде будущего боя или он захочет что-то спросить у тебя? Да, заехать. Как ты считаешь, перерастет ли этот конфликт в поединок? Очень маловероятно, что это может перевести в поединок, потому что это совершенно мне не интересно. Но я думаю, когда он посмотрит конференцию, он начнет следить своим поганым языком и перестанет учить других все его нравоучения, которые были адресованы в мою сторону. Но при этом он почему-то забывает, что нужно следить в первую очередь за собой. Я думаю, что для него это будет хороший урок – заткнуться и забыть меня. Димон, ты сегодня очень много сказал неинтересно. Неинтересно с детком, неинтересно с Исой. С кем интересно? Мне было интересно, очень интересно с Расулом Мерзаевым. Это была моя мечта. Я тут так расстроенно сижу, потому что он отказался. Это для меня целый страх. Он долго думал над этим, на самом деле, нужно сказать. Он думал, но… Даже поделись переговоры, мы с ним встречались. Мы ни к чему не пришли, к сожалению. И, наверное, не придем, потому что после того, как я посмотрел твое интервью на «Спорт-24», я так понимаю, что у него все-таки есть действующий контракт с Исеей. Об этом он нам не говорил. Ну, видимо… Вспомнил потом уже, когда пришел. Вот. К сожалению, вот этот бой мне был бы реально интересен. Ну, не с давних пор, после того, как господин Голливуд решил задеть меня на своих стримах, мне стал интересен бой с ним. Вот. Хотя, как всегда, мне не дают никаких шансов. То, что этот человек на несколько тысяч голов выше меня, я в этом тоже не уверен. И на кулаках есть шанс у каждого. Я хочу, чтобы это помнили все. Вот. Этот бой был бы мне интересен. Но явно не в мае, если ты открываешь свой рот с намерением на то, чтобы раскрутить какую-то историю. Неважно. Я не против трештока. Но если ты уж начал, иди до конца. А потом не говори, что, о, там, типа, в мае я даю тебе шанс. Я же согласился на 77. Какая разница? Ну, раз я такая легкая добыча, вышел бы и забрал бы ее. Поглотил. Получается, человек не уверен в себе, несмотря на свой габарит. Ну, пока что у нас есть дедок. И для начала нужно расправиться с ним. Дедок уже заскучал. Я с габаритных... Там, Колян, что-то хотел сказать. Дай габаритному человеку микрофон уже. Сейчас я ремарочку по поводу Дениса и подстраховки. Я думаю, нас куда вообще не позвали на Топдок, на проспект. Но я думаю, что можно там просто подраться с Валерием, с Денисом. Почему бы и нет? А вы обговорили? О, ничего себе заявляли. Они просто готовы подраться на проспект. Нет, чтоб он не простаивал. Ну, а что, я думаю, нормально. Он не простаивал, он дрался неделю назад. Кто? Денис. А мы нет. А вы можете через неделю с Погодиным? Предложение в силе? Ну, с Погодиным, я думаю, мы в любом подеремся. Мы от этого точно не оскочим. Мы можем хоть сегодня контактироваться. Но мы посмотрим и на такой звездный бой на проспекте как раз. Если Дениса, мы вообще не спрашиваем почему-то его мнение. Разговор менеджеров за нас. Да, мы как бы обговорили с Валерой то, что как бы не хотим драться. Но если уж, ну не на проспекте же. Ну, ребят. Ну, как бы номерной турнир там еще мы как-то посмотрим. Ну, какие проспекты? Подумаем, ну какие проспекты, да. Тут уже проспект Топдок сидят два. Вот-вот. Коляну Топдок, микрофон. От себя я что могу сказать? Я вот услышал тут слова доктора о том, что в боксе главная скорость. И многие согласились с этим. В принципе, да, и я согласен. Но помимо скорости нужно еще вкладываться в каждый удар. И в этом режиме пробовать держаться очень большую дистанцию. И всем вам я этого желаю. Поэтому помимо скорости есть еще вклад в каждый удар. Об этом не забывайте. А Сергей Калинин вкладывается. Кстати, вот подожди. Прежде чем у Коли забрать микрофон. Надо заметить, что Сергей Калинин вкладывается в каждый удар. Это было видно по его первому бою. Посмотрим скорость или вложение. Кого ты видишь фаворитом в этом бою? Да, кого ты видишь фаворитом. И еще ты гораздо давать особенные прозвища бойцам. Энтолодонт, Мегалодонт. Какое прозвище ты бы мог дать Кратосу? И кого ты видишь фаворитом? Кратосу? Кратос уже дал себе имя. Тут уже как бы... Так кто без имени здесь сидит у нас? Все с именем. Марсель, Марсель без имени. Марсель без имени. Так подождите, бой еще будет, мы посмотрим. Короче, ждем после боя этого Марселя и Серега. Прогноз последний. Имя есть же. Вот только назвали. Прогнозы нашим бойцам я не даю. Потому что они все наши. Я для себя не имею права этого делать. Поэтому, извините, этот вопрос я не могу ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, все по вот этим трем парам. Поэтому сейчас давайте мы вернемся через пять минут... Давайте вообще не будем вставать. Просто здесь поменяют... Просто поменяем участников. У нас выйдут только наши титульные бойцы сегодня. Еще буквально минут 15-20. И все. И мы обсудим наш последний бой. Перейдем к Face to Face. И на сегодня закончим. АПЛОДИСМЕНТЫ Совсем скоро одиннадцатый турнир. И мы в честь этого решили провести четкий конкурс. Для этого достаточно подписаться на наш инстаграм. И просто написать в комментариях свой ник. Очень щедрые призы. Мы выявим пять победителей. Каждый из которых получит по два билета. И сможет увидеть наш турнир вживую. Несмотря на то, что он будет сниматься в закрытой атмосфере. Условия я уже сказал. Призы объявил. 15 декабря мы объявим и наших победителей. Поэтому следи за нашим инстаграмом. И все будет четко. Я повторю. Давайте перейдем к нашей второй части конференции. К титульному поединку. Возможно, будущий чемпион. Но действующий так точно у нас на сцене. Так давайте же перейдем к этой паре. И поприветствую молодого и дерзкого самурая. Пробившего себе дорогу к битве за перстень. В трех захватывающих боях. И уверенный он сегодня в своей победе на все сто процентов. Кровожадный Наим Даудов. Ну и легко относящийся к боям, противникам и тренировкам. Русский богатырь. И по совместительству обладатель чемпионского перстня в весовой категории до 85 кг. Максим ВДВ Федоров. И первый вопрос, который хочется задать перед этим чемпионским поединком. Начал ли наконец-то Макс тренироваться? Тренировка сильному не нужна, слава богу, не поможет. Это уже говорили. Да, об этом сегодня уже было. Интересное заявление, посмотрим. Я тренируюсь как в последний раз в жизни. Но посмотрим, что будет лучше. Тренироваться или нет. А тебе она не нужна? Я всегда считал, что тяжелый труд самый лучший успех. Согласен. Макс, я не понял, тебе тренировка не нужна или не поможет из своих слов? Ну, вы можете посмотреть мои бои и определить. Вот давай по поводу твоих последних боев спросим у Наима. Ты же видел, как ВДВ достался его перстень. И мне кажется, тебе есть что сказать по этому поводу. Наверное, что суждено того не именовать. Видимо, он то, что ветеран. Там в стрелке еще дрался. Ну, как сказать, вот этого медийного пространства. Я же новичок только. У меня только четвертый бой. Я вообще, грубо говоря, случайно так, ну, залетел сюда. Вообще, одноразово хотел подраться. Не то, что в топ-доге, а просто на кулаках. Потому что я считал, что это очень травмоопасно. Ну, и вот, вышел на трехнедельное уведомление в первом дебюте своем. Так, думал, проиграю, выиграю, заработаю. Ну, и вот, так скажем. А насчет Макса, если братья отошел от темы. Ну, значит, наверное, надо было ему стать чемпионом. А продолжит он это? Решать уже мне. Сам бой тебе понравился? Понравился, не знаю сказать. Если вам слово понравилось, надо. Знаешь, я по-другому перефразирую. Знаешь, считаешь ли ты, что это выглядело как чемпионский бой? В тот турнир? А, так, когда он дрался? Когда был Чибис Бавар. Все. Это просто. Понял. Ну, как сказать. Сколько людей, столько и мнений. Я не буду как-то вы по этому поводу говорите. Я просто скажу, что посмотрите мои бои и поймите, где вы видите зрелище и беспощадность. В любом случае. Я могу тут молчать, как сверчки играют. Ну, вы придете, посмотрите бой. И вы поймете, что такое зрелище. В любом случае, при любом исходе, при любом сопернике. Зрелище точно будет. Ну, вот Максим стоял со мной рядом при твоем последнем поединке. И хочется спросить, мне лично так не показалось, разделяешь ли ты мнение Наима, что каждый его бой – это зрелищный фурор? Потому что, когда он дрался с Астероидом, на кого в том поединке ставил ты и какое он произвел на тебя впечатление? Ну, я вообще давал где-то 50 на 50, потому что Астероид, ну, подтянулся, хорошую форму набрал. А Самурай, он до этого хороший боец, но мне показалось, что последний бой он слабо провел его. По сравнению с Хароном, с кем он еще дрался. С Шамилем Башировым дебют у него был очень серьезный. Ну, у всех случаются такие моменты, как говорится, все не может идти красиво. Поэтому посмотрим, как титульный бой пройдет. Это я согласен. То есть, я надеюсь, что вы все, он, все люди считают, что я вот такой, я все-таки есть. Типа, что попался мне вот этот Астероид или Астероид, неважно, короче. И я показал себя так, вот, пусть будет так, я хочу этого. Вы знаете, я очень эмоциональный человек, я буду молчать, но после боя я буду орать. Ну вот, теперь молчать. Не надо, сейчас говори, а после боя ори. Ты также сказал после этого поединка, что недоволен был собой, и что в этот раз, когда ты встретишься с Максом ВДВ, мы увидим новую обновленную версию. Что нас ждет? Честно, лично к Максу ничего нет, у меня только спортивный интерес. А как брать не только к Максу, к любому сопернику после того выступления, которое, я считаю, многие восхваляют моего оппонента. Я считаю, что я просто как-то вот подура... Может, перетренировался, потому что бой срывался. Как бы статистика тоже может говорить сама для себя. Мой четвертый бой, вот сейчас мы, скорее всего, возглавляем же турнир, правильно? То есть я уже провожу три боя, а тут мы с Астероидом должны были возглавлять, там отменился. Уже второй бой я возглавляю, это тоже о чем-то значит, что я в главных боях вечера дерусь. Так что посмотрим, в принципе, больше ничего не могу сказать. Отлетит ли голова в этом турнире? В этом бою, который я оглавлю? Чья-то по-любому отлетит. То есть по очкам нам не ждать никакого решения? Пять раундов. Ну, я понимаю, я пять раундов, я заряжаюсь, я готовился очень там... Ну, сделал подготовку, пятираундовый бой, но я понимаю, что... Я не думаю, что Макса тянут, но просто по решению судей совпадало так, что... Ну, в очень таких, я не говорю, что он не выиграл, но в очень спорных боях он одерживал победы. Я понимаю, что если я не сделаю этот бой досрочно, то я, скорее всего, наверное, может солью даже. Поэтому... А для меня поражение – это как смерть, я постараюсь все, что сделать. Ну, стоит учитывать и, возможно, даже обратиться к Денису Анатольевичу, такую вещь, что в чемпионском бою, где дерется действующий чемпион, который защищает перстень, что в равном поединке чаша весов будет склоняться скорее в его сторону. Сто процентов. Сто процентов. Ничего против не имею. По-другому и быть не может, потому что так принято в профессиональных боях, в профессиональном боксе везде, что, чтобы победить чемпа, нужно действительно победить чемпа. Потому что в равном бою чемп остается чемпом. Все правильно. Заранее, то есть, чаша весов не в твою пользу. Я сразу это как анонс был, я это понял. Все, понятно. Это не ты только понял, это должен понимать и знать каждый боец, который выходит претендентом в чемпионский боец. Если я как бы дал любителя в кикбоксинге, если я на существо не побеждаю, то я в этом сам виноват, поэтому все понятно. В целом, не знаю, заметил ты или нет, и разделяешь ли ты мое мнение. Макс ВДВ, если правда, как он говорит, что он не особо уделяет время тренировкам, он обладает очень врожденным, природным чутьем удара, который всегда помогает ему. Ухода от удара. Да, ухода, ухода от удара, которая всегда ему помогала, и возможно за счет него он так часто в спорных поединках и вывозил. Приготовил ли ты что-то? Конечно, абсолютно. Я с первого боя это видел, я это понимал, я готовился под это. Потому что я понимаю, что тут человек уже, те ребята, с которыми я дрался, они, ну так скажем, подставляли свою голову, этот человек не подставляет. Я, конечно, под это готовился. Что могу сказать? Где вы видели спорные бои? Это раз. С казахом, где вы видели? Один удар всего пропустил, из которых тысяча ему залетело. Какой спорный? Чемпионский... Ты знаешь, как говорится? Нет, смотри, смотри, что ты не обижаешься, все хорошо. Нет, нет. Сколько людей, столько мнений, понимаешь? Да, я понимаю. Так что это... Чемпионский бой, почему он спорный? Четыре раунда забрал, один сказали ничью. Ну, это моя команда сказала. И многие, кто мне писал, так сказали. У них молчит, так и было, значит. Ну, в чем он спорный? В чем? Если я не нокаутировал, значит он спорный? Нет, смотри, указывай свою правду. В смысле, смотри, мое мнение. Это ты же человеку не вобьешь свое мнение. У тебя есть свое мнение. Может быть, это 90% людей будет считать. Это просто мое мнение. Я понимаю. Может, кому-то еще мнение. Это наша, так скажем, проблема. Так поэтому не беспокойся, ты чемпион же. Вот и сиди чемпион. Я просто говорю, все привыкли, что сначала нокаутируешь, к этому привыкают. И постоянно хотят или нокаут, или... Это тоже верно согласен. Я не люблю рубиться, потому что мне нафиг, у меня голова дороже. Я прихожу домой, у меня ни синяка, ничего нет, доволен, на работу иду. А нафиг мне рубиться, а потом с таким мячиком ходить по улице. Оставим мячики футболистам. Да. А что ждет Наима? Досрочный конец? Ну, мы, думаю, вдвоем постараемся досрочно довести, а там как получится. Ну, пять раундов не работает, да, просто? Конечно. Тем более, сам знаешь, Макс, твои дыхалки пять раундов тоже нежелательно. Я думаю, ты будешь заряжаться на досрочное окончание. Я, по крайней мере, пять раундов проходил. Не спорим. Вот давайте спросим участника этого предыдущего, по мнению Наима, спорного боя, который раньше очень рьяно высказывался, что он также спорен, и что он абсолютно не согласен с тем, что происходило в виде решения в этом бою. Вот давай дадим тебе слово. Что ты можешь сказать об этом сейчас? Я могу сказать абсолютно точно, что единица в графе моей поражения точно лишняя. Я не буду доказывать, что перстень мой, то, что мы провели чемпионский бой. Чемпионом я стал лично для себя и для своих близких, которые знают всю поднагодную. Но в том бою я вот эту единичку не заслужил, так же, как и Максим победу. Это мое мнение, я считаю, что аплодисменты здесь не зря. А что хлопаете? А кто заслужил тогда победу? Я не знаю. Я поражение заслужил. Я тебе не даю поражения. Я сказал, что я не заслужил поражения. Я не заслужил поражения. Соответственно, наверное, победу я тебе не заслужил. Если бы даже два или три я раунда взял, ты два взял, тогда еще да. Но когда там четыре, один даже пусть будет. Я не знаю, как ты там насчитал четыре. Если честно, я до сих пор не пересматривал бой, потому что… Я просто постараюсь. Мне кажется, Наим против этого реванша. Сейчас я бы был не против. Возможно, был бы по разговорчику. А я тебе предлагал бой. Сказали, ты не готов. Такого не было. Как нет? Я переписку покажу. Так, переписка. Как это? Да, я тоже хочу эту переписку видеть. Я хотел… Было, было, было. Было такое. Я разжигал, я готов был драться. Я предложил. Я сказал, что такого боя не будет, что сейчас он не нужен. Он сказал, что он не готов. Ну, возможно, тогда он и был не готов. Мне нужно освежить в своей памяти это. Он неделю назад тебе память освежил, по-моему. Да, да, да. Так что я готов был драться. Давай так. Ты перед тем, как выйти неделю назад, ты приходил на тренировку. И вот у твоего менеджера так же я интересовался. И мне и менеджер говорил. Мне говорил твой менеджер, что ты не готов. Ты говорил, что Денис сейчас стал на праведный путь. Ходит к новому тренеру заниматься. И мы его переучиваем. И как? Так. Ну, во-первых, тренера действительно он сменил, тренируется. Во-вторых, 95% нашего общения состоит в мессенджерах. Поэтому, если ты откроешь мессенджер, я не говорил, что Денис не готов. В этих 5%? Еще раз. В 5% разговора – это все, что происходило в зале. И, действительно, я говорил про тренера и всегда топил за то, чтобы этот реванш состоялся. Не в обиду Наима, потому что он действительно претендент номер 1 сейчас. Разговоры о том, что Денис не готов драться с Максом, его не было. И не могло быть, потому что он выходил с температурой драться с ним. Поэтому это 100% он всегда готов. Поэтому в будущем, наверняка, этот бой будет. Все, спасибо. Да, давайте прекратим о Денисе. Но интересно мнение Дениса о этом бое. Кого он здесь видит фаворитом? И что бы он посоветовал самураю в бою с Максом? Ну, самураю я ничего советовать не буду. Мне кажется, у него все есть. Но касательно Максима – это человек удачи, человек терапевтский, Мэйвейзер. И я думаю, что с его стилем всегда может произойти что-то интересное. Причем он здесь является любителем судей. Точнее, любимчиком судей. Поэтому мы можем увидеть все, что угодно. В процентах Дайному? Как ты считаешь? В процентах не будет. Я знаю, что только Максим умеет ходить вот так. Даже я так не умею загибаться. Это гавайские какие-то штучки, по-моему. Это гавайские штучки, да. И он умеет удивлять даже меня. Поэтому будем смотреть бой. Мне очень самому интересно. На ему удачи, да. Капу роняем по-любому. Капа новая будет. Беритужа. Беритужа. Знаешь, что мне сказали про этот бой? Беритужа. Кто? Не буду говорить кто, но заинтересованные люди сказали мне, что капа там была не твоя, как твоя команда заявила, что она так часто выпадала, потому что она тебе не принадлежала. Но в бою с казахом выпадала именно та же капа. Но вот заинтересованные люди себя сами и вскрыли. Но потом, посмотрев бой с казахом, они увидели ту же самую капу, которая у тебя выпадала. Не могла быть та же капа, потому что она даже цветом была разная. Одинаково. Синяя. Я не смотрел. Вот заинтересованные люди. Нет. Это не те были. Не я тебе это говорил. Может быть тот, кто сзади меня. Разницы нет. Возможно. Эти капы? Я видел. Я просто точно пересматривал бой с казахом и такой опа, синяя капа. А я свой бой не смотрел последний. Но синюю капу я помню как сейчас. А ты что в бою только на капу смотрел что ли? Да. Потому что только я ее и видел. Смысл в том, что эта капа даже когда у меня вылетала, даже атаки не было. Я ее хватал, я себе ее назад даже не мыл. А ты говоришь мне, что капу я выплевал. Но то, что ты не мыл, это очень зря. Потому что она грязная. Может зараза попасть. Ты тут не говоришь, что я ее специально выплевывал. Ты это хочешь намекнуть или что? Может быть. Но сам факт. Атаки останавливались. Если ты атака хотя бы была, я бы выплевал. Ты стоишь в углу, как заяц прыгаешь, а у меня капа выпрыгивает. Ну и капа, заяц. Но я шел на тебя и выплевал. От твоего бокса он даже не смог это видеть. А капа выплевал. Денис, ты что-то про капу хотел сказать. Ты же углядел. Да, кулаком снимает за кулисье. И мои операторы всегда находятся в углу каждого бойца тоже. Можно заметить. И мы прекрасно пересматривали крупный план с казахом. Там та же капа одного и того же цвета. Просто разговор пошел про цвет сейчас в первую очередь был сказан. Какого цвета капа у тебя будет? Только две синие капы в этом мире. Вот только синие увидим, как у тебя. Просто можно, пользуясь случаем, я скажу, что я лично, когда конференция выйдет, выложу это в инстаграм для того, чтобы мы это обсудили повторно. Да еще мне похрен. Там капа делается, блин, каждый день делается. Так она одного цвета была или нет? За 100 рублей взял, пихнул и пошел. Так одного цвета была или нет? Одного цвета? Не за 100 рублей. Осторожно, не надо. Ты только что сказал, что она была разного цвета. Ну, я тебе говорю, что у меня разные капы. Может быть, она одного цвета была, но я делаю одну, там, быстро ее там. А ты где эту капу взял? Я же тебе говорю, за 100 рублей купил, пошел быстренько и пришел сюда. А до этого тоже за 100 рублей покупал? Да. Ну, то есть одна и та же капа? Короче, что было тут? Я тебе говорю, все капы разные. Ты ее варил? Или нет? Варил, варил, жарил. Варил, варил, жарил, а ураган единица в графе поражения, так что ну. Тут уже другое интересное. Здесь что-то... Здесь Наим переживает, говорит, не надо за 100 рублей капу. Почему? Вы же видели тот прошлый турнир, там пять зубов улетело. Ты же смотрел, наверное, мои бои и видел, как они травмоопасны для моих оппонентов. Лучше за 100 рублей капу в урод не засовывай. Так у него капы летают, а у людей зубы. Вот и вся разница в защите. Бери ту капу, она счастлива. В заключение скажу, Рома, Дань. Парням, на самом деле, надо пожелать удачи. У них титульный бой, надо говорить о их бое. А реванши Макс, Дэн, я думаю, все как бы понятно, да? Никто не смотрит. Ты за него больше всех и топишь. Я так делал и всегда об этом говорил. Я думаю, что время придет, они подерутся. А сейчас надо поговорить о Максе. Да, время придет, только надо драться на голых кулаках, а не в перчатках. Чтобы идти к титльнику. Каждый сам боец решит, где ему драться и как. Ну, в смысле, как, если хочешь треванша. Пусть он десять боев на перчатках пройдет, но это не продвигает его. Я сейчас выразил свое мнение о том, что рано или поздно, возможно, этот бой будет. Возможно, Макс ВДВ сразится с менеджером урагана. Сейчас нужно говорить именно о Наиме, самурае, потому что он претендент номер один. Господин, вы его не остановите, забейте у него микрофон. Дайте его Ларчику. Здравствуйте, ребята. У меня пара вопросов. К Максу, спасибо. Пару вопросов к Максу. Тебе видно, может, что ты подбухивал до этого? Нет, так реально говорю. И вопрос такой. Если ты проиграешь перстень, а проиграешь бой, ты продолжишь драться или завяжешь? Во-первых, где это видно, что я бухал? Мое обывательское мнение, по лицу видно. По лицу видно? Ну да. Я вообще не пью. Как же пиво с пиццей? Вот пиво, выпил стаканное за полгода. Это с нами когда было? Да. Я верю. Когда соль будет? Да нет, я думаю, продолжу драться. Но вообще в планах провести, наверное, один-два боя еще и все. На кулаках это серьезная травма. А что дальше? Дальше? Мэром торопца? Нет, потом обсудим. Я вообще тут подсидел и подумал, тут такие цифры вскакивают. И решил тоже, как бы проведу бой и буду сидеть, думать в шестизначных числах. Так они ни к чему хорошему пока не привели. Такие цифры можешь мэром к мэром только торопца заработать. Да, только мэром торопца такие цифры. Сколько сам захочешь, только заработаешь там. Макс, еще один такой вопрос. А ты вот помимо тренировок, я не знаю, тренируешься, чем занимаешься вообще? Как проводишь? Работаю. Работаешь, да. И вопрос к Валере. Когда ты собираешься возвращаться к особому? Когда ты собираешься возвращаться... В титульную гонку. Да. И по Аруту. Если он выигрывает следующий бой, он может во феврале побиться за титул? Как бы вопрос к Рыгбесту. Неожиданно и вопросы. Да. Хорошо, что вспомнили об этом. Ну, Валеру нужно, чтобы сам ответил. А по Аруту, если он выиграет, и надо посмотреть, как решится ситуация с Искандаром, если поезд станет вакантным, то я думаю, он будет претендентом на титульный поединок. Но для начала ему надо выиграть. И теперь Орел. Да я не знаю, зачем он мне вообще эти вопросы задает. Потому что он с тобой, твой кореш, вместе приехал. Вы сами попросили с Тарутом, чтобы он-то спросил. Да, ну, типа, у меня просто сейчас небольшие травмы. Особенно с рукой. И пока что у меня заживает рука, как полностью заживет. Я вернусь увереннее, сильнее. И не так, как в проспекте я выскочил, просто не тренируясь после травмы. И все. В принципе, я вернусь, как только смогу. Отлично. По этой паре есть что сказать тебе? Какой-то вопрос? Нет. Я могу просто... Мнение. 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 Прогноз. Давайте о мнениях поговорим. Я могу только прогноз дать. Я думаю, что победит Наим. И я могу ему пожелать неудачи. Потому что удача нужна неудачникам. А лучшим нужен успех. Прогноз от Валеры. Давайте. Давайте-ка сделаем прогнозики. Бойцы наши сделают прогнозы на этот бой. Давайте начнем не с прогнозов. У меня вопрос к Максу ВДВ. Ты заметил эту атмосферу, которая в воздухе, да? Что все относятся очень скептически к твоему бою с Наимом. И считают, что уже перстень у него. Что ты думаешь вообще? Почему так? Почему люди так думают? И тебя это больше мотивирует? Или ты вообще не обращаешь внимания? Ну, когда как. Бывает, мотивирует. Бывает, не обращая внимания. Но я знаю для себя. Практически во многих боях стали андердогом. И я люблю доказывать обратное. Хорошо. Тогда сразу же следующий вопрос к тебе. Ты сейчас говорил о суммах. Я не слежу за твоим инстаграмом. Но ты должен понимать, наверное, как эти суммы строятся. Как строятся гонорары. Вот, допустим, Искандар и Чибис. Я вижу, как ребята стараются и медийные себя просто чуть ли не каждый день пытаются прокачать. А что делаешь ты, чтобы твои гонорары вообще выросли? Ты даже не тренируешься, насколько мне известно. Нормально. Ну, а какая разница? Я побеждаю. Люди тут на той конференции говорят, что они тренируются, надо выгонять. Это типа астроид говорил. Но он тренируется, он проигрывает. Я не тренируюсь, а выигрываю. А как же медиа? Ты работаешь над медиа? Так строятся гонорары. Сейчас чемпионы никому не интересны. У меня самый лучший инстаграм из бойцов, можно считать. Ну, 90. Так что подписывайтесь, все будет расти. Уверен. Хорошо. И могу сказать одно, что я один из самых просматриваемых бойцов на топ-доге. Первый бой мой... Сколько? 12 миллионов просмотров. Уже 12 миллионов. И каждые бои больше миллиона просмотров. И как бы меня знают и в России, и в США, и... В своем инстаграме Макс работает на женскую аудиторию. А тебя знают только в России и в Дагестане. А него в России и в США. Сомневаюсь. Ко мне хотела фанатка из США приехать, поэтому в этом я бы остановился по поводу доктора. Ты Макса видел просто? Ты видел сторис его фотки? Ты думаешь, к нему не хотят приехать? Ну, я не знаю, мне кажется, Макс не знает английского и не смог поговорить со своей фанаткой из Америки. Я с ними по-русски разговариваю. Переводчик. Колян. Я что могу сказать? Мне понравилось то, что пацаны выбрали именно дипломатию здесь. Не стали там кидаться друг в друга или бросаться, или еще что-то. И вот эта дипломатия дает им только большой плюс. Низкий поклон вам, пацаны. Добрые духи. Я считаю, что бои доказывают это. Мне даже можно молчать. Я говорю, вы посмотрите мои бои. Даже если это долбанный бой с астероидом, ерундовский. В третьем раунде я проснулся, и в третьем раунде было зрелище, и это нельзя отрицать. Приветствую всех еще раз. Пацаны, вам успехов в бою желаю. Не будем фаворита. Бой покажет. Данил, хочу к тебе вопрос задать. Чуть память вас освежить. Их, Свят, у вас был стардаун. Может проведете бой на новом формате? Я думаю, прямо здесь сейчас ты показываешь. Нет. Нет. Ну был стардаун как-то. Был, был стардаун. План как раз и был его проводить на проспекте, но у Свята нарисовался интересный бой с Зелимханом пулеметчиком. Наш бой еще никуда... Во-первых, мы спросим и у него. Да, Свят, ты соскакиваешь. Его мнение. Он никуда не ушел. Сейчас к нам поступило предложение. Зачем нам делать это просто так, если люди готовы заплатить за это деньги? И сейчас готовится и организовывается наш бой по шах-боксу. Мы будем первооткрывателями этого направления. Ну, можно спросить еще и у Свята, что он сам думает. Это для фанатов. Всех приветствую. Рад здесь находиться в очередной раз. Насчет боя с Даней Регбистом я как бы готов. И могу сразу сказать, что лично у меня в боях, которые у меня состоялись, никогда не было и не нужна мне для этого какая-то злость. То есть я могу подраться с человеком, которому хорошо отношусь, кого уважаю, если я вижу, что это интересно. Для меня это интересно. И следующий бой у меня будет по ММА с пулеметчиком. Вот это как бы сейчас основная цель. А как ты сказал, там шах-бокс, можно шашки, можно в бокс. Ты в шахматы в стиле. А так можно, в принципе, за деревянный перстень сами придумаем с тобой и подеремся. Главное, чтобы не за шерстяной. Если шах-бокс отвалится вдруг, на чего я очень не хотел, то мы также подеремся на проспекте, как и планировали изначально. Да, для меня это интересно в любом случае. Поэтому я только за. Избудется твоя одна из пожеланий, точнее, подраться не в боксерских, а в ММА-перчатках, если мы будем драться на проспекте. И мой тренер Скандар Зияев. Лапрос, да, не регбисту, а с Сулуяновым что у тебя там? А с Сулуяновым надо спрашивать. Я сказал... Что у вас там? Что у нас там? С этим Сулуяновым? У меня с этим Сулуяновым нет ничего общего в этой жизни, точно. Бой будет вообще? Ну вероятность какая? Будет бой, нет? Это нужно спросить у него, потому что я свой ответ уже максимально и в письменном виде вначале дал, потом меня пригласил сам Камил на совместное интервью, которое вышло на этой неделе, где я выразил все, что думаю по этому поводу. Ясно дал понять о своем согласии и заинтересованности в этом поединке, что я готов в любое время и в любом месте с ним выйти на арене Fight Nights. Вопрос только в том, готов ли сам Толе не просто рассказывать об этом, а действительно. Он уже где-то говорит, что травму получил. И лично я это вижу так, что он просто хотел об этом поговорить, похайповать. Сейчас рассказать, что он получил травму и он планирует это сделать через год. А куда он попадет через год, мне вообще не понятно. А пройдет, если бой все-таки будет, пройдет по каким правилам? По ММА. Ну как он хотел. Все для того, чтобы это в первую очередь устроило его сторону. Потому что и так мне кажется, что слишком много на моей стороне преимуществ в этой ситуации. Поэтому тут нужно, чтобы... Если будет бой, успехов. Все, всего. Давайте, а на нашей стороне по-прежнему сидят два бойца. У кого есть вопросы к ним? Вижу, тянется рука. Всех приветствую. У меня вопрос к Дане Ригбисту. А где Ореолы? Почему бойцы не раскрываются? Ореол здесь. Ореол на месте. Понятно. Я бы хотел увидеть на Ютубе Ореолы про каждого бойца, подготовку. Я бы также их хотел увидеть. Мы сейчас... Будут ли они вообще, да, наверное, получше? Будут ли они вообще, наверное, в ближайшее время? Будут, будут. Они обязательно будут. Мы сейчас гораздо более плотно работаем над тем, чтобы у нас был регулярный контент. Мы сделали разговорный формат. Конференция, это само собой разумеющество, не будем даже про нее говорить. Мы внедряем вот Топдок Проспект, на котором также будет проходить отдельно. И я думаю, это будет только Ютуб-проект, который также будет больше развивать наше сетевое медиа. И Ореолы, естественно, они в 2022 году вернутся с новой силой, потому что нас ждут... Мы уже объявили такие важные титульные бои, как Денис Погодин против Валеры. Я считаю, это заслуживает по-любому Ореола. Также у нас и будет сорвавшийся бой Чибиса и Мустафы. И каждый этот бой нужно освещать... Я надеюсь, Искандар Зияев. Все эти бои заслуживают Ореола. Я считаю, Ореолы нужны. И в 2022 году они обязательно вернутся снова. Спасибо. Можно вопрос еще? Топдок Проспект. Например, можно будет чемпиону выходить, если простой-большой, и подраться так же, например... С Дулой? Вот с Дулой подраться. С Ураганом, к примеру. Ну, к примеру, говорю. А с Ураганом уже на Проспект? Нет, он правильный вопрос. Это как-то влияет на рекорд, который есть в Топдоге, на положение, на статус? Или это просто отдельная вещь? Я считаю, это никак не влияет на рекорд с точки зрения статистики. Но нужно учитывать все равно зрительское восприятие. Что ты как чемпион выходишь, и вдруг ты там берешь и кому-то проигрываешь. И даже если статистику это никак не занеслось, что ты не проиграл по голым кулакам... Люди видят. Люди видят. И все равно начинают говорить о том, что, типа, да какой он там в Проспекте на чем-то проиграл, значит, он его сильнее. Это чисто психологический фактор, о котором я тебе говорю, чтобы ответить на твой вопрос. Никаких запретов об участии чемпиона на Топдог Проспект у нас нет. Другой момент. Как ты уже сказал, что у тебя тоже финансовые аппетиты большие. Нужно ли нам в Топдог Проспект такие затратные экономические бои? По полгода, думаю, сидеть тоже плохо. Нет, по полгода, естественно, сидеть плохо. Главное, чтобы там находился интересный поединок. А если будет такое желание, то никаких проблем с этим нет, чтобы выйти... А может быть наши зрители уже сейчас прямо будут писать в комментариях, что им так понравился Топдог Проспект, что они хотят просто это уже видеть как реальный формат боев, где, может быть, будут свои чемпионы, своя сетка. То есть как у нас появился рейдж, возможно, и Проспект в что-то такое вырастет. Возможно. Но стоит учитывать, что мы об этом думали прежде всего с точки зрения того, как отбор новых бойцов. Сейчас уже добавился рейдж. Если будет такое желание, посмотрим во что будет развиваться Топдог Проспект. Мы не против, а только за, на самом деле, такое действие. Более перспективное название у него. Мне кажется, у нас претендент на перстень заскучал, самурай. Хотел бы оценить твой костюмчик. Ты подготовился к сегодняшнему дню. Это как какой-то праздничный выход, который, так скажем, этим видом ты подкрепляешь свое намерение забрать перстень? Ну да, как говорится, прикалываться на свадьбу пришел, ну всякие такие. Это же прикол от того, когда человек идет на самые важные события в своей жизни. Грубо говоря, на выпускной, на свадьбу. То есть для меня в данный момент, в моей спортивной карьере, это самое важное событие в моей жизни. Я к нему также готовился. Не важно, что будет там в бою. И также выхожу туда с намерением показать самую лучшую свою версию, как самый последний, так сказать, бой в своей жизни. Ну самый важный, так скажем. Макс, а был ли для тебя бой с Дэном чемпионский главным событием в жизни, спортивной? Конечно. Ну мне кажется, это чуть раз в две вещи. Почему, вот я так скажу, я спортсмен. С самого детства для меня была мечта в спорте, в медиа выступать. А Макс, он, так скажем, он человек, боец есть, он работает на работе. У него есть семья, дети. А я более человек, я фанат, я не могу там один свой день провести без просмотра боев. А Макс, он, я не говорю, что плохой боец, но просто я фанат, а Макс боец. Вот может такой есть. Боец, как там тоже Зелимхан говорил, можно не готовиться, но уходить. Не важно, подготовка, не подготовка, как вот и Макс, типа. Он боец, есть спортсмен, а есть бойцы. Наверное, я больше спортсмен, Макс боец, так скажем. Назрел вопрос вот к Наиму, боец, не боец. Астероид все знают, что он в тренажерке, залетел в бои, как-то что-то там тренируется и показал тебе достаточно конкурентный бой. Я ему ни хрена не показал, а я ему не показал. Как ты вот после этого боя, ну, такое чувство внутри было, что ты чуть ли не проебал? У меня не было такого чувства. Я знал, что в третьем раунде, хоть меня будут убивать два раунда, если я не потеряю сознание, в третьем раунде я выдерну эту победу. Также, если брать титул на пяти раундов, дойдет четвертый, пятый раунд, я буду показывать максимально свою версию, которую я также в любителях показывал, когда два раунда сливал, а в третьем просыпался. У меня есть такая тема, что я даже и бывает плохо разогреваюсь, но у меня такая есть, я не люблю, короче. И я просыпаюсь из раунда только, второй, третий, я могу в первый раунд вообще фигню показать. То есть это геймплан был такой? Это не геймплан, это моя такая натура, короче, бойцовская. В любителях, кто мои бои видел, ну, возможно, вы не видели, я же не такой какой-то медийный человек, но кто из моей команды видел, они знают, меня могли раунд избивать, а в третьем я просыпался и забирал бой. Вот так. Короче, Макс, немного геймплана для тебя вы уже выведали. А ты нам поведай, а ты кем в детстве мечтал стать? Какая у тебя была мечта вообще? Ой, много кем. И футболистом, и рок-звездой, и бойцом, всем подряд. Ну, все подряд, в принципе, ты и стал, все включено. Макс, что должно произойти, скажи вот нам, чтобы ты начал тренироваться? Да ничего. Ничего, да, это же Макс, блин. Так, я думаю, по этой... Никуда. Сейчас Коля, потом Ларчик, давайте. Вот, говорит, сейчас прошел разговор, боец, не боец. В спортивный зал ходят три категории людей. Первый, чтобы доказать кому-то что-то. Вторый, чтобы стать чемпионами или доказать, что они способны на очень большие, как бы, ну, возможности есть у него. А третий живут этим. Так вот, ребят, я желаю вам жить этим. Если он не занимается, а этим живет, то видите, какие результаты. Поэтому давайте подумаем. Ты не говоришь, что у него плохие результаты. Я говорю, вот есть фанат, дело, фанат, человек, который этим живет прям 2-4 на 7. А есть человек, который, ну, может, это его работа. Это дополнительно как хобби, да, так скажем. Он же работает, у него есть работа, то есть он может где-то не потренироваться, я не знаю, как он живет. Типа, я говорю о себе, когда человек это тренируется. Я не об этом. Я обоим вам желаю обоим жить этим. Всех благ вам, ребята, молодцы, хорошо. А не думаешь ли ты, Наим, что Макс ВДВ просто врет, что он не тренируется? Честно, да хоть... Никуля же тоже говорил, что у него второй детский по боксу там всякие эти сказки рассказывают друг другу. Мне без разницы, кто как тренируется. У меня есть задача, неважно, как там, говорят, строят, кому проиграл, чуть не проиграл, мне вообще плевать это. Есть люди просто, и все. Для меня это человек. Мясо, так скажем. Все, я должен это мясо съесть, мне вообще без разницы. Хоть любое прозвище назовите там. И крайний срок, четвертый, пятый раунд, он говорит, что он начнет это пиршество. Нет, я не говорил такого, я сказал, что... Крайний срок, четвертом, пятом раунде, ты говоришь, я уже все, ва-банк пойду. Я говорю, да, согласен, я солью три раунда, солью. Четвертый, пятый раунд, если он будет, я буду идти ва-банк. Это всегда... Ну, посмотрим. Ты не спорил с штаммом? Нет, я ничего не говорю, но посмотрим. Но бой пока... Нет, я же не жалуюсь, даже не важно, что будет, без разницы, что будет, то будет. На моей совести это. Так, добрый вечер. Максим, ты сказал, что не употребляешь алкоголь. В целом появился обратный вопрос. Может быть, у тебя есть опасения касательно возможной проверки от Русада на использование витамин каких-то или стимулирующих веществ пред боем? Нет, я могу прямо сейчас выпить и все равно. Я как бы просто не пью. Выпить что? Он имеет в виду, нет ли у тебя опасений по поводу того, что теперь наших чемпионов будут на допинг проиграть? Я понял. Я имею в виду, что у меня нет никакого курса, так что я могу позволить себе, например, выпить или... Это и тренировочного курса касается, что у тебя нет. В принципе, можешь... Не, а можно вопрос, получается, с этого турнира, да, или вообще... Или вот с 1 декабря теперь всех проверяют, короче? Да. Нет, не всех, а титульных участников. Дань, к тебе вопрос насчет новой весовой категории. Да. Когда будет новая весовая категория? Новая весовая категория у нас будет уже на этом турнире. У нас будет две пары в 59 килограмм, и одна из которых, я считаю, очень интересная, потому что не на проспекте, а на открытом ринге даже топ-дога столкнулся наш действующий боец Матвей Тикиджиев против того, кто противостоял Орлу на топ-дог проспект Никите Севастьянову. И там Никита выиграл остановкой врача, потому что Матвей повредил, что удивительно, не на кулаках, а в перчатках руку и не мог продолжать бой. И сейчас у них будет реванш на голых кулаках. Матвей Тикиджиев против Никита Севастьянов в новой весовой категории 59 килограмм. А вы не боитесь, что в новой весовой категории будет два бойца всего? Нет, как раз таки. Я так боялся раньше. И из-за этого год меня выговаривали. Где вы девушек не считать, если? Нет, нет, нет. Эй, это что, это самый крутой вес, супер бои просто. Вот это я слушаю год, и на самом деле, посмотрев, потестировав его и на проспекте, и на открытом ринге, я с этим согласился, что действительно в 59 килограмм хватает зрелищных бойцов. И что самое интересное, другая точка зрения, недавно обсуждал это вот с Катей Головатой, что в маленьких мужичках гораздо больше ярости на самом деле. Это очень опасные люди. И 59 килограмм – это еще меньше, чем в 64. А в 64 действительно у нас очень страшные ребята. Может быть, она сказала, чтобы типа выскочить с ними, чтобы и не сидеть. И по проведению турниров. Вот следующий турнир будет в Москве, а вот в феврале где будет турнир? Неизвестно? Я уже не хочу ни о чем загадываю. Точно не в Орле, точно не в Орле и на этом закончим. Все. Точно не в Орле. Как зависит это? Допустим, у вас должны быть бои проведены в Казани, в Сочи. Что от этого зависит? Как звезды сложатся, вот я к чему пришел. Спустя два года, что об этом лучше не говорить заранее, а когда уже вот… Хотя даже когда мы не говорили заранее, а у нас уже было, казалось бы, все решено, все все равно пошло туда, куда обычно и шло у нас в последнее время. Так, я должен последний вопрос задать. У Ару тоже на следующем турнире бой. Вот, я хотел спросить, как у него подготовка подходит? Проходит? Проходит подготовка? Я хочу сказать, что две отмены турнира – это было для меня и нашей организации более чем достаточно. И с такой херней мы сталкиваться больше не намерены. И что каждые наши турниры будут проходить четко тогда, когда мы сказали, это порядком уже задолбало. И одна из главных целей 2022 года – это чтобы у нас четко был календарь нормальной соревнований, чтобы минимум раз в два месяца у нас проходил номерной турнир, неважно, где это будет. И в идеале, чтобы всегда между ними мы успевали провести также и Топдок Проспект. И еще нам нужно снять ореолы и сделать кучу всего важного. Это все цели, которые на 2022 год… Мы загадываем Дедушке Морозову. Да. Это желание, которое я буду загадывать на Новый год. Вот как раз по турнирам хотел спросить. Вот у вас Матвейти Киджи как раз такие, да? Боец Южного федерального округа, Ростов-на-Дону. Планируется ли у вас турниры вот в этих краях? То есть Краснодарский край, Ростов-на-Дону, так как у вас… А Сочи – это Краснодарский край? В Сочи, да. В Сочи у нас планируется турнир. Так как у вас просто вот бойцы, у них поддержка, чтобы у них были также домашние бои. Ну, они могли бы и свои публики все участвовать. Ну, я лично ездил уже и смотрел площадку в Сочи. У нас с ней есть и договоренности. Я считаю, что это на самом деле было бы очень хороший и большой шаг вперед. Тем более, турнир, который будет проходить практически на одной площадке с казино, мне кажется, это уже как UFC, особый статус, как мини-турнир в Лас-Вегасе. Все очень круто. Но дело в том, что в Сочи все вообще, все проблемы упираются больше всего у нас в ковид. Потому что везде существуют какие-то ковидные ограничения. Можно делать турниры просто снимать. Ну, мы уже это попробовали. Мы можем хоть постоянно каждые две недели организовывать турниры эти в зале. Но очень важен для Туб Дога атмосферный момент, который нас отличает от других организаций. Что мы не проводим турниры просто ради Ютуба в павильоне. Мы это делаем в прямом эфире и с большим количеством зрителей, которым мы дарим возможность вживую. А я считаю, именно вживую видеть трансляцию, это шикарно. Вообще любой спорт вживую. Но именно Туб Дог, где слышны эти удары, и ты видишь, и пропитываешься. Конкретно люди, которые стоят у сена, я думаю, они разделяют мою точку зрения, они все погружаются, и у них присутствует вот этот момент ощущения боя. Вот когда ты стоишь у сена, а даже не сидишь на трибунах, ты больше чувствуешь сам момент, какой боец в этом бою доминирует не за счет какой-то техники, а именно ментально. И он проходит прямо через тебя. И ради вот такого важного момента... Я бы не хотел проводить турниры без людей у сена. Вот лично для меня это очень важная составляющая. И даже орел, который подрался вот сейчас здесь на проспекте, он, я думаю, понял и разделяет, что очень важна такая составляющая в турнирах, как люди вокруг сена. И важно, чтобы это были правильные люди, которые все разделяют и способны проникнуться той атмосферой, которая царит в ринге в данный момент. Я очень не хочу, как я уже сказал, проводить эти турниры без фанатов вокруг. И когда такие ограничения у нас сталкиваемся мы с ними на пути с организацией какого-то турнира, как, например, сейчас в Сочи, потому что у нас новая волна короны, мы предпочитаем лучше отказаться от идеи провести турнир в Сочи без зрителей у сена, а провести его все там же в Москве. Я почему спросил просто, как раз таки у Матвея Тикиджева, его, может, мало кто еще знает, хотя бы просто из-за того, что в Ростове надо, ну, например, у него огромная поддержка просто, это очень... Матвей соберет залы в Ростове. А где Топдок и соберет зал? Да. Вам как организаторам спасибо, только Топдок, спасибо. Все, спасибо. И я бы уже на самом деле тут уже предложил запасаться аквалангами и уже в эту пятницу погружаться вместе с Топдоком в бассейн крови и бескомпромиссных боев. А сделать это можно будет 17 декабря в 21.00, как сказал Рома уже в эту пятницу, на платформах ВИНК и Мегаго, предварительно и даже во время, подкрепив это все ставками у нашего надежного и лучшего генерального спонсора букмекерской конторы «Алимбет», воспользовавшись промокодом «Док», который подарит вам приветственный бонус. Я думаю, на этом с чемпионской парой мы подошли к концу и в целом с обсуждениями за сегодня. Давайте все останемся на своих местах и сделаем громкий, красивый и зрелищный фейс-то-фейс. Итак, мы начинаем. Первая пара – Сергей Макаров, Марсель Ханов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующие бойцы – Сергей Калинин, Тимур Акаимов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и главный бой вечера – Макс Федоров в ПДВ! Наим Самурай Давунов! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Титульный бой в весовой категории до 85 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА